Музыка Уважаемые товарищи, начинаем работу нашей традиционной международной научно-практической конференции проводимой под эгидой Фонда рабочей академии Миланинского института экономики и управления права Федерации профсоюзов России, института теории практики профсоюзного движения Я уже, честно говоря, сбился со счета, какая-то конференция Мы их не нумеруем Да, не нумеруем, но первая состоялась в 2003 году Каждый год И каждый год после этого 14-й, значит Видимо, 14-й конференции То есть уже проделана большая работа, осносит большой опыт и который закреплен в уникальной, я считаю, серии, публикации И я, так сказать, думаю, что вот такой серии изданий Издается материал нашей конференции ежегодного Института незамысленности, института экономики, управления и права Наверное, больше нет Потому что те, кто увидел, увидят очередной материал Увидят, что здесь не только академические рассуждения И не столько академические рассуждения даже от людей из академического мира Сколько осмысление острейших противоречий нашего сегодняшнего развития Выявление позитивных тенденций Выявление тех сил, которые готовы бороться и должны бороться за эти тенденции Борются осмысление опыта этой борьбы И выработка перспектив ее развития Еще раз говорю, что другой такой теоретической работы, наверное, не найти У нас есть замечательная конференция Ленин в современном мире Где он через позицию Ленин смотрит на эти вещи У нее своя специфика, конечно, у этой конференции Она тоже неизменима и необходима Но вот в нижнем углу проходит уникально по своему составу и по результатам конференции И надеюсь, что сегодняшняя конференция тоже будет такого же плана Учитывая, что и тему мы заявили с вами совершенно нестандартную, необычную Нам все время говорят о кризисе А мы ставим вопрос о экономическом развитии на основе сокращения рабочего дня Забытые слова, казалось бы, забытый глозун, не актуальны Я думаю, что настало время заставить сиять заново задачу, которая относится к числу гримных для рабочего класса И когда мы такой вопрос поставим, мы решим И когда это станет понятно для многих Конечно же, рабочие движения подвинутся вперед с участием формы А по, так сказать, мы не сомневаемся, потому что об этом говорит весь опыт борьбы рабочего класса Ну, по нашему уникновению, я думаю, мы должны установить доверительную атмосферу И представиться, так сказать, друг другу Сначала мы представим переделем Олег Анатольевич Мазов Научный руководитель Сминомысского института экономики управления и права Доктор экономических наук, автор Тоже, я бы сказал, уникальная монография о положении рабочего класса в России То есть это, можно сказать, ангель с нашими Значит, мы с вами в Тектерёх Кандидат на эксцентрских наук Научный консультант российского института рабочих Ну и ведет активную работу в ходе рабочей академии Понятно, что фонд рабочей академии Это один из организаций нашей конференции Значит, ваш покорный слуга Я Жолков Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор Директор института теории практики и профессиональных движений Материал председателя Ивана Михайловича Герасимову доценту, который является вице-президентом фонда рабочей академии Вообще, Ивана Михайловича место было и здесь Но вот он посчитал, что сегодня есть не там находиться Николай Павлович, я думаю, вы сами теперь будете В конце у нас, Николай Павлович Водитель хлебной машины ООО «Хлебный Экспресс» Ленинград Сергей Константинович Студент ПТУ Первый курс магистратуры Активист Революционной рабочей партии Саратов Дорисовна, Александра Александровна Я занимаюсь теорией социализма Как теоретически любить Представься Лучший Анатолий Николаевич Общественный совет Ивановского регионального союза Профессиональных союзов Сейчас он так называется региональный союз По экономическим вопросам Заслужник Заслужник Не строите Это уфа Забываем Шумаков Анатолий Петрович Андрейчик бывшего завода Левтикмаш Член союза рабочих Общественно-политической организации Союза рабочих Ивановский И представитель Российского комитета рабочих Ивановской области Сенков Константин Александрович Токарь ООО Нижегородский Водоканал Председатель Российского комитета рабочих Правильно Ульга Солодя Михайлович Бывший регулировщик Ивановский пенсионер Представитель Российского комитета рабочих По Нижегородской области Худмин Алексей Вячеславович Город Носква Системный администратор Кусев Марк Малат Член рабочей партии России Василий Шишкарев Пенсионер Бывший рабочий ЗИЛА Член Союза рабочих Москвы Представитель РКР По Москве И Московского области Так Ну и я Сейчас Сигни Канаев Юрий Юрьевич Представитель Ленинградского Интернет-телевидения На данный момент Работаю В брокерной фирме Представляю Ленинградский Целезон Значит Уважаемые товарищи Я Думаю, что мы будем придерживаться Желаем от обычного Вблизи не исключаем Так Рассказываю Доплатчики Да Ну и Естественно Приглашаем Поступление Всех Вы Пришел Не Представитель Отвлеклись Обязательно Представитель Конечно Мы с вами работаем По регламенту По крайней мере Нашему распряжению Есть Два Часа С лишним Значит Для доклада Представляется Олег Антонович Мазов А регламент Доклада Будет установлен? Я думаю, что не больше 10 минут Устраивайтесь Хорошо Наука ограничивает только Почему? Не ограничивает науку? Да На конце Знаешь, что там Наделает В рамках объективных ограничений Наука развивается Эффективно Когда ставят задачи науки Когда наука Без особых задач Тогда Хуже достижений Когда наука Должна была разработать Аппараты для Реконструкторы Соответственно Для покорения космоса Для выхода в космос За несколько лет После войны Сколько лет прошло? 57-й 45-й 57-й Отправили спутник Ну, так что науку Как и Других надо ограничивать И нацеливать На общественные задачи Желательно Стратегические У меня доклад Называется Таким образом Закращение рабочего дня Инструмент развития капитализма В России То есть Ни для кого не секрет Если в 90-е годах Пытались рассказывать Что-то Мы не знаем Что у нас Не важно Как называется Главное Чтобы мы хорошо жили Сейчас уже Общим местом Является то Что У нас капитализм Как и во многих других странах Не во всех Хорошо, что не во всех И Сокращение Рабочего дня Обычно Означает Что это В интересах Рабочего Класса Работника Это правильно Это естественно Так оно и Должно быть Это коренной интерес Прежде всего Рабочим Но Одновременно Надо посмотреть И на эту проблему И со стороны Развития Капитализма Раз у нас сейчас Капитализм Его надо развивать Капитализм Нужно развить До такой степени Чтобы он Стал Государственным Монополистическим Капитализмом А между Как известно Между Государственным Монополистическим Капитализмом И коммунизм Других ступеней Нет Это Владимир Ильич Левин Совершенно Истинное Изречение В процессе Капитализмического Производства Производится Не только Товар Не только Прибавочная стоимость Но и Производится Свободное время Свободное время Общества Это свободное время Производят Рабочие Почему оно Свободное Производится Время Для тех Кто освобожден От непосредственно Производительного Труда То есть Труда Рабочего То есть Работающие В любой другой Сфере Кроме Материального Производства Они работают Могут существовать Только потому Что рабочие Производят Материальные Продукты Это Можно назвать Свободное время Всего общества В этом Свободном Времени Общества Есть Свободное время Самих Рабочих Это Непосредственно То время Которое Рабочие Могут Развиваться Я сейчас Не буду останавливаться На структуре Самого Самих Суток И выделение Этого Рабочего Время Это не является В данном случае Предметом Могута Клада Так вот Эти Два вида Свободного Времени Свободное время Общества И свободное Время Рабочих Естественно Находятся В единстве И Они Противоположны Следовательно Они составляют Противоречия И разрешение Этого Противоречия Должно Двигать И во многом Движет Производство В истории Развития Капитализма Эта Противоречия Разрешалась Как правило В пользу Свободного Времени Общества То есть Свободного Времени Тех Людей Которые Не заняты В материальном Производстве Ну и Свободное Время Тех Кто Паразитировал И паразитирует То есть Кто не работает По Неважительной Причине Имеется в виду Естественно Тех Кто находится Допустим В декретном Отпуске Ухаживает За Воспитывает Своих детей Об этой Категории Граждан Дет речь А прежде всего О тех Капиталистах Их Прислужниках Которые Вообще Не заняты Производством Не заняты Функцией управления Полезными Для общества Это просто Свободное Время Используется Ими Паразитически В этом смысле Оно не совсем Даже свободное Если взять Очень четко Определение Свободного Времени Как Времени Для развития Личности Они это время Просто тратят И Если не развивается В это время То Они Значит Его просто Даже Нельзя считать Что оно Свободное Вот Когда Это Противоречие Разрешалось Разрешалось В пользу Свободного Времени Рабочих Но прежде всего Это После Великой Коммунистической Революции Столетия Которую Будем праздновать Через год С небольшим Когда Рабочее время Декретом Советского Правительства Революционного Был объявлен Восьмичасовой Рабочий день За этим Последовали Были Примеры Когда И в других Странах Восьмичасовой Рабочий день Устанавливался Но В основном Это после 1917 Года Был установлен Восьмичасовой Рабочий день Во многих Других Странах То есть У них Выхода Особо Не было У капиталистических Странах Они вынуждены Были Рано Или поздно Установить Рабочий День Такой Как Был установлен Естественно Рабочие За это Боролись Это не просто Капиталисты Взяли И установили Это была Определенная Борьба 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 Завершилась Тем Что Большинство Стран Разбек Католистических Был установлен Восьмичасовой Рабочий День В ряде Стран Был установлен Уже после Второй Мировой Войны Был установлен Менее чем Восьмичасовой Рабочий День Во Франции Например В скандинавских Странах Семичасовой Рабочий День Сейчас вы знаете Какие Орергардные Бои Ведет Рабочий Класс Франции За Сохранение Тех достижений Которые были У французского Пролетариата Причем Они в этой борьбе Терпят Поражение Установлен Установлен Шестидесяти Шестидесяти Часовая Рабочая Неделя Это вообще Возвращение В девятнадцатый Век Это Такой регресс Это Во Франции Где семь часов А Например Водители Общественного Транспорта В крупных Городах Где Особая Напряженность Шесть Шестидесятовой Рабочий День Они теряют Сейчас Это Не знаю Что все Сейчас Перейдут На Двенадцатый Часовой Но Дано Право Капиталистам И Управленцам Назначенным Капиталистам Устанавливать Рабочий День Двенадцать Часов Причем Это не то Что Сверхуручные Сверхуручные Соответственно Уменьшаются То есть Может быть Установлен Двестичасовый Рабочий День То есть Это Вообще Серьезнейший Регресс Не представляется Что основной Причиной Этого Является То Что Сейчас Нет Советского Союза Нет Сдерживающего Фактора Который Для Капиталистов Был Конечно Серьезным Домоклым Мечом Который Не позволял Так Поступать С рабочим Классом Сам Рабочий Класс Развитых Стран В частности Во Франции Не сумел Отстоять Они конечно Будут и дальше Бороться У них Неплохо Организовано Профсоюзное Движение Они вводят На улицы Миллионы Буквально Миллионы Людей Сотни Тысяч Участвуют В забастовках Они останавливали Практически Снабжение Топливом Франции Но пока Не убедили Они еще Своё правительство В том Что так Поступать нельзя Я думаю Эта борьба Только обостряется Как вы знаете Противоречие Разрешается Тогда Когда обостряется Что же у нас Наши капиталисты Наши капиталисты Создали капитализм Который В большей степени Является Паразитическим Нежели В развитых Странах Капитала По трем Основным причинам И трем факторам Во-первых Они практически Получили Даром Средства Производства И до сих пор Еще их эксплуатируют И получают Сверхприбыли Хотя уже Заканчивается Период Когда Средства Производства Созданные В советское Время Функционировать Могут Они получили И получают Природную ренту Огромнейшую Малоисчерпаемую В нашей стране И Получили возможность Сверхэксплуатации Рабочего класса Российского рабочего класса И рабочий класс Пока недостаточно Соорганизован Для того Чтобы Достойно Этого сопротивляться Это Сопротивление Становления Оно Растет Но еще Недостаточно Для того Чтобы Противостоять То есть Нашим капиталистам Нет необходимости Внедрять В большинстве случаев Внедрять Новую технику Для того Чтобы получать Прибавочную стоимость В нормальном размере Они вполне могут Дальше паразитировать То есть Капиталистический класс Российский Один из самых Паразитических классов Ну конечно Можно говорить И об украинском Классе капиталистов Понятно В данном случае Там И еще хуже ситуация Обстоит Особенно С установлением Режима Фашистского В Киеве Устанавливается Прежде всего Для чего Режим фашистский Для того Чтобы усилить Эксплуатацию Рабочего класса Своего И желательно Еще окружающих стран Если завоевания Идут Что нужно сделать Для того Чтобы Российский капитализм Развивался Надо лишить Этих трех факторов Ну средства Производства Уже Сами по сути Износились Второе Ренту Частично Забрали В виде налога На доходы От Полезных ископаемых Начиная с 2000 года Но не полностью У нас уходит По разным подсчетам От 100 миллиардов Материальные ресурсы На 100 миллиардов В год Каждый год Из страны И третий фактор Это Уничтожить Сверхэксплуатацию То есть Вывести Такую промежуточную Задачу Перевести Сверхэксплуатацию Просто В эксплуатацию Но затем Чтобы уже полностью Отрицать Но это уже Дальнейший процесс Для этого Для решения Третьей задачи Нужно Во-первых Привести Стоимость Рабочей силы Вернее Заработную плату К уровню Денежного содержания Стоимости Рабочей силы То есть Увеличить ее В несколько раз Заработную плату Рабочую Прежде всего Рабочую А следом Зарабочим Других работников И уменьшить Рабочее время Уменьшить Вернее Продолжительность Рабочего дня До 6 часов Это очень рациональная Цель Правильно поставленная При 30 Часовой Рабочей неделе При 30 Часовой Рабочей неделе Ведь 6 часов Можно достигнуть По другому Пусть всю неделю Работает По 6 часов Но это Не наша задача Не задача Рабочего класса России 6 часов Не более чем 6 часов И не более 30 часов В неделю При Без уменьшения Реальной Заработной платы А лучше С ее увеличением Можно сказать Что это Какая-то Нереалистичная Задача Какие-то Мечты Но когда Работали По 12 А то и 16 часов В России В других Странах До Великой Коммунистической Революции 1917 Восьмичасовой Рабочий Тоже казался Сказкой Но рабочий Класс России Поставил Эту задачу И успешно Ее решил Если Такие задачи Не ставить Если Лишь Останавливаться На критике Того Что происходит То мы Будем Ничем Иным Как просто Кривым Зеркалом Того Что происходит И мы Будем Придатком Вот Того Капиталистического Паразитизма Который Существует В России Для того Чтобы двигаться Вперед И в то же время Подталкивать Капитализм Вынуждать Капитализм К развитию Как ясно Нам Капитализм Надо Заставлять В России Двигаться А двигаться По-настоящему Может Заставить Только Организованный Рабочий Класс Других Пока Движителей В том числе Сверху Пока Не очень Заметно Была Попытка Сформировать Основу Долгосрочного Планирования Программирования В 2008 Году В виде Концепции Долгосрочного Развития Российской Федерации Но Она В сути Была Просаботирована Управленцами Российскими Капиталистами Сейчас Они Практически Уже Не упоминают Придумали Всякие Стратегии Либеральные После этого Которые Просто Данную Задачу Просто Заговорили Не более Того Поэтому Постановка Задачи Шестичасового Рабочего Дня Шестичасового Рабочего Дня И При Тридцати Часовой Рабочей Неделе Это Совершенно Правильная Рациональная Задача Которая Заставит Капиталистов Внедрять Новую Технику Другого Выхода Не будет Что Получать Прибавочную Стоимость В этой Ситуации Нужно Будет Внедрять Новую Технику Трудосберегающей Технологии Это Позволит Уменьшить Соответственно Безработицу Кто это Может сделать Естественно Самоорганизуемый Рабочий Класс В какой-то Мере В союзе С частью Мелкой Буржуазии Которая Заинтересована В развитии Отечественного Производства И с Частью Тех Капиталистов И их Управленцев Частью Которая Заинтересована В развитии Отечественного Производства Но Авангардом Здесь Неизбежно Должен стать Рабочий Класс Это его Объективная Задача И миссия У меня все Спасибо Спасибо Есть вопросы Или вопросы Потом Пока не забыли Первый Всегда Вопросы Толик Анатольевич Разве Взяли На себе Разве Дали Капиталистскую Возможность Пожалуйста Предлагаете Давид на Капиталистов И Рассчитываете На то Что Под этим Давлением Пойдет Развитие Капитализма И Правильно Это правильно А Как Вы Рассматриваете Такой вариант Что Если Давид на Чисто Безгносительно Этого Случа То На самом деле Два Варианта Можно Действительно Заставить Систему Развиваться А Можно Просто Сломать Вот Где Грани Давление И В чем Ваша Уверенность На чем Основная Уверенность Что Это Просто Не Сломается А Что Действительно Спасибо Спасибо За вопрос Очень Правильно Вы Формулируете Ну Сломать Наш Капитализм Не Капитализм Государство 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 Это что Государство Это инструмент В руках Госудствующего Класса Инструмент Принуждения Машина Принуждения Аппарат Принуждения Ну Так же Правильно Это в том числе Это в том числе Как бы Организация Которая Обеспечивает Нашу жизнедеятельность Да То есть Как бы Ну Нашу жизнедеятельность Прежде всего Обеспечивают Те рабочие Которые Производят Это энергия Так скажем Источная Дискуссия Можно задать вопрос Дайте пожалуйста Я готов ответить На ваш вопрос Жизнь Обеспечивают Нашей страны Рабочие Которые Производят Материальный продукт Это рабочие промышленности Рабочие сельского хозяйства У нас крестьян нет Это смешно Говорить о крестьянах России Давно уже нет Мы уже давно Не в феодализме живем Крестьяне Это класс Феодализма Вот То есть Рабочие Рабочие Материальный продукт Нас никто не снабжает Из-за рубежа Мы не сидим Как иждивенцы Наша страна Не является иждивенцем Россия Единственная Россия и Соединенные Штаты Две страны в мире Которые способны Себя Обеспечить всем Что необходимо Для развития Потому что у Китая Не хватает ресурсов Понятно каких У Соединенных Штатов И у России Вот они две страны В мире Которые способны И наши рабочие Это делают Кто говорит Что нет рабочего класса Еще что-то Это конечно вранье Я опираюсь На научные Выводы На законы Закон есть такой Капитализма Закон производства Прибавочной стоимости Закон стоимости На основе Закона стоимости Закон производства Прибавочной стоимости И производится Прибавость Чтобы производить Прибавочную стоимость Необходимо Развивать производство Увеличить Производительность труда При увеличении Производительности труда Соответственно производится в свободное время общества, потому что производительность труда растет в достаточной мере при обновлении, при современных технологиях и при внедрении новых средств производства, более производительных растет в достаточной мере, чтобы высвобождать огромное количество времени из производства материального. Вот посмотрите в 19 веке сколько было соотношение рабочих в материальном производстве и соотношение тех, кто не работал в материальном производстве. И какое сейчас соотношение? Оно гигантски выросло в сторону незанятых нерабочих. Это о чем говорит? Что произвели достаточно материального продукта, которым можно обеспечить десятки, десятки миллионов людей, которые не заняты в материальном производстве. То есть произвели это свободное время. Почему это свободное время должно доставаться другими, наращиваться слой? Почему? Не сохранить численность рабочего класса, то есть если рабочий день сократится, то численность рабочего класса на какой-то период даже увеличится, или по крайней мере сохранится. А мы в этом заинтересованы, чтобы рабочий класс рос, индустриальный прежде всего. И самое существенное здесь, что здесь сломать, как вы говорите, ничего при этом никак не получится. Шестичасовой рабочий день заставит внедрять новую технику. Вот спрашивают, где стимул для развития новой техники? Смотрите, сейчас при круглосуточной работе три смены по восемь часов. Нужно будет сделать четыре смены по шесть часов. Например, в темическом предприятии в Невиномыске. Вместо того, чтобы они сейчас переходят на 12-часовой смену. 12-часовая смена в темическом производстве. Представьте себе, как они там отдыхают, вроде как больше перерывов между сменами, но это не выход. И сломать здесь никак не удастся, можно только будет создать и воссоздать. Кроме того, рабочие, получив больше времени для своего развития, легче смогут сорганизовываться. Сейчас, посмотрите, пока едет, допустим, в Москве или в Пановской или еще в крупных городах, час-полтора добирается до работы, час-полтора после работы. Когда он вообще будет заниматься управлением производством? Когда он будет заниматься парасолюзной работой? Времени очень мало остается. Для того, чтобы освободить, а наша цель, конечно, освободить рабочего, для того, чтобы было развитие рабочего и обучение его управлению и практической работе. Вопрос, который, скажите, я трудился на производствах определенных и конструкторское бюро имени Грушина под Москвой. Сталкивался один раз с таким случаем человек, который там очень давно работает сборщиком летательных пакетов, управлением, управлением. Получилось так, что его перевели с 8-часовой смены на 10-часовую. То есть, при этом начальник цеха, как бы, была смена начальника цеха, и ему сказали, что если не только ему, как бы, в принципе, всем работникам, кто уже давно работал, причем это сами же наскучили, что если вы не хотите, то есть, в принципе, вы можете покидать свои рабочие места. И вопрос, в чем? На ваше место придет, мы наберем, то есть, через агентство людей. Ну, это понятно, я как бы аргументу не знаю. Вот вопрос в том, что он согласился. Это, как бы, я так понял, безвыходность, и потом еще, как бы, как можно объединить больше людей, вот, сейчас не только, чтобы мы об этом поговорили, а вот реально, чтобы мы взяли, собрали людей, у которых вот это есть наболевшие вопросы по всей России, да, рабочих, работников, рабочий класс, и начали какие-то, я не знаю, может быть, пикетирования делать небольшие. В каких формах это продвигать? Поддержку, да, как мы можем это сделать, чтобы это здесь не застрыло. Спасибо, я понял вопрос. Во-первых, сначала надо поставить задачу такую. Сначала постановка задачи. Уже постановка, самая правильная постановка задачи, которая соответствует объективному ходу истории, она уже является консолидирующей силой. Идея, которая владевает массами, становится материальной силой. То есть, в том числе и ваши усилия, которые вот сегодня вы делаете, когда вы разместите это в сети, будут смотреть десятки тысяч человек, по крайней мере, будут иметь такую возможность десятки тысяч человек посмотреть, сначала удивятся, а потом наверняка многие согласят, что это да, это так и нужно сделать. Вот это и будет для начала той организующей силой, которая сначала нужно задачу поставить, затем ее пропагандировать, эту задачу. Вот сейчас мы на этапе постановки и пропаганды. Научной постановки об основании пропаганды. Вот эту пропаганду боятся некрытого слова, не надо его бояться, это правильное слово, когда правильное дело делается пропагандой. И вы это нам помогаете. А как уже рабочие соорганизуются в рамках профсоюзов, в рамках рабочих движений, я думаю, что это в интересах рабочих, и рабочие, конечно, соорганизуются. Простите, по одному вопросу, пожалуйста. У меня вопрос такого плана сокращения, вот опять вернусь немножко с другой стороны, как инструмент развития капитализма. Вот в историческом плане у нас великая октябрьская революция произошла из-за кризиса капитализма как такового, из-за невыносимых условий. А мы сейчас вот на практике лично я встречаю, да, с тем, что вот единственный комбинат силикатный, и хозяин расхвалился так, что значит, он повысил с 15 до 20 заработную плату, а рабочий класс, вместо того, чтобы профсоюз организовывать, да, он говорит, что это распоряжение Путина. Вопрос в том, что значит, если вот здесь чем хуже, да, тем лучше для нас. Или как? Для профсоюза этого движения. Хорошая дилемма. Дело в том, что действительно некоторые товарищи рассчитывали, что чем хуже будет в России, тем лучше для рабочего движения. Посмотрите, что делается на Украине. Многие думали, что чем хуже, ролики всякие были, что вот до зимы не доживет, тот режим, который там установлен был в 14-м году. На самом деле история говорит о том, что тот же фашистский режим в Германии, он установился как раз на почве, когда хуже было уже некуда. Когда уже за коробок спичек отдавали килограмм денег в Германии. Очень там серьезная инфляция была и вот. Ну, я образно сказал. Я образно сказал. Нет. В 24-м году как-то их начинаем в Германии. Хорошо. Можете высказаться позже об этом тоже. Сейчас не предметно, я привел просто иллюстрацию. То есть на самом деле рабочий класс развивается тогда, условия капитализма, когда развивается капитализм. Если закрываются заводы, то рабочий класс тоже исчезает вместе с заводами в этой части. Поэтому нам нужно, чтобы развивались предприятия, развивались заводы, чтобы российский капитализм развивался, развивался, естественно, по своим законам, становился менее паразитическим, более производительным. И на этой основе был осуществлен переход, переход обязательно через противоречие, через решение противоречия и переход к новому строю, к новому строю. Чем хуже, тем лучше. Мы уже 25 лет это видим, тем хуже, тем лучше. Оказывается, нет. У меня вопрос в трех частей большая, и числе экономические. Во-первых, какая у нас сейчас стоимость, нормальная стоимость, нормального воспроизводства рабочей силы. Второе, какая норма прибыли, соответственно, и во сколько раз вы предлагаете увеличить заработку. У нас такие красивые имеют в мире. В России. Мире тоже у нас. В России хорошо. То есть, стоимость рабочей силы? Стоимость нормального воспроизводства рабочей силы, нормы прибыли и рост заработной платы. Какой нужен рост? Да. Ну, стоимость рабочей силы, вообще стоимость, конечно, вы в рублях непосредственно не измерите. Вы можете, дай я же сказать, можно посчитать, можно посчитать денежное содержание, стоимость рабочей силы. Стоимость в рублях, в долларах не измеряется. Это воплощенный в товаре абстрактный труд. Вы говорите как, в рублях просто непосредственно не посчитаете. Вы можете, вы можете, так вот, это денежное, да, денежное содержание стоимости. Это разные вещи. Мы же говорим, мы же на научной конференции. Я понял ваш вопрос, я на него отвечу. социолог, а не экономисты. Мы с ним обогащаемся, поэтому я понял ваш вопрос, я на него отвечаю. Считали, неоднократно считали, в разных городах разные расчеты. В Санкт-Петербурге там около 204 тысяч получалось. Вот. Ну, разные, за разные годы. Вылили 24. В 7-м году, как видите. В Невиномысске считали мы несколько лет тому назад было порядка 70 тысяч. При том, что заработная плата в городе была в среднем где-то 18-20 тогда еще. В Невиномысске считали нормальное воспроизводство, к сожалению. У нас комментаторы, конечно, сильные. мне трудно спорить с такими комментаторами. Но я закончу все. Мне уже неправильно делать замечание, что я должен короче отвечать. У нас регламент есть, хотя по регламенту этого вопроса нет. Но я постараюсь все равно понимать, что он быстрее с товарищем. Главный союз, главный контролер. Что касается нормы ретабельности, вы знаете, есть закон тенденции нормы прибыли к понижению. И ретабельность при правильном развитии капитализма должна уменьшаться. Уменьшаться. В Японии радуются 5% годовых. Это правильно. У нас раньше в Министерстве не работали. Но для России я думаю, сейчас процентов 10-12 это вполне нормальный уровень ретабельности на средней, высоко технологичного производства. Я не буду сейчас рассказывать про внедрение научно-технического прогресса, который повышает локально норму ретабельности резко достаточно, когда выше, чем конкурентные, выше других конкурентов. Это вот ответ на второй вопрос. И третий вопрос, какой рост заработной платы должен быть. Но если соотнести, то заработная плата сейчас в Ленинграде порядка 40-45 тысяч, где-то так в среднем это на промышленных предприятиях, а надо до 200 довести, то раза в 4 будет нормально. Спасибо. Мой для Тапсана представляется Гекселево Диспоревич, педагогенцизерских наук и сультант российских притравочных еще раз добрый день уважаемые товарищи. Тема моего доклада влияние продолжительности рабочего дня на здоровье и работоспособность работников. И для начала я хотел бы напомнить определение Всемирной Организации Здравоохранения Здоровье это состояние полного материального физического и духовного благополучия. Таким образом здоровье не исчерпывается только физическим состоянием физическими кондициями человека. То есть здоровье это не отсутствие болезней. Будем говорить так. Это более широкое понятие. И в этом свете мы должны рассматривать влияние продолжительности рабочего дня на здоровье работника. Опять же ВОЗ и Международная Организация Труда признали что поскольку работники являются главной производительной силой человечества и в этом они в полном соответствии с Марксом находятся то для развития общества в целом определяющее значение имеет именно здоровье работников. И в мире мы видим две противоположные тенденции. С одной стороны как хорошо убедительно доказал в своем докладе Алик Анатольевич есть тенденция к увеличению продолжительности рабочего дня. Мы знаем что эта тенденция имеет глубокие исторические корни. И впервые вот эта жажда неуемного увеличения продолжительности рабочего дня возникла с внедрением машин. Внедрением машин. Потому что машина работает круглосуточно, непрерывно, не нуждается в сне, отдыхе и так далее. Поэтому когда появилось машинное производство капиталисты тоже стремились заставить человека работать как машину. Отсюда и удлинение рабочего дня 12, 14, 16 часов до предела физических сил человека. То есть фактически при такой продолжительности рабочего дня остается время только на сон. И этот сон полностью силы не восстанавливает. Чему это привело? Это привело к истощению рабочей силы. Это привело к тому, что рабочий класс стал вырождаться, уменьшаться продолжительность жизни, уменьшаться рост работающего населения, уменьшаться физические параметры. И когда сравнили состояние здоровья рабочих в городах и в сельской местности получились цифры совершенно ужасающие. И уже пришлось государству вмешиваться. Мы знаем фабричные законы, которые в Англии, которые проходили с большим трудом. Была большая борьба с капиталистами. На стороне рабочих выступали английские врачи, которые регистрировали добросовестно изменения и били тревогу. И фабричные инспектора фактически. Это привело к тому, что шла борьба рабочих за сокращение рабочего дня, без которой действия не могли быть реализованы. Что привело к тому, что рабочий день стал сокращаться. Откуда взялся 8-часовой рабочий день? 8-часовой рабочий день по сути дела был предложен Гоуином, который предложил простую формулу. В сутках 24 часа разделить на 3. 8 часов на работу, 8 часов на сон и 8 часов на необходимое личное время, которое рабочие используют по своему усмотрению. И это стало лозунгом. То есть никакого скажем так научного обоснования никаких измерений в определении именно 8-часового рабочего дня нет. Это было такое предложение, которое встретило отклик и в последующем мы знаем, что широкое внедрение 8-часового рабочего дня последовало после Великой Октябрьской Сорсиатической революции, когда рабочие вначале явочным порядком был введен 8-часовой рабочий день, а потом он был закреплен декретами советской власти. В то же время мы знаем, что ряд прогрессивных капиталистов, например, Генри Форта, на своих заводах самостоятельно, без всякого принуждения, внедрил 8-часовой рабочий день. И обосновывал он это не только заботой о здоровье своих работников, но и тем, что сокращение рабочего дня до 8-часов позволило в частности повысить интенсивность труда, потому что человек в течение 8-часов может трудиться с большей интенсивностью, чем в течение 12-часов. Это совершенно очевидно. И кроме того, он считал, что необходимо дать человеку время, работникам время, для того, чтобы они могли воспользоваться результатами своего труда. То есть воспользоваться каким-то, оплатить какие-то услуги, воспользоваться услугами и приобрести товары, на которые они заработали в процессе работы. Длинный рабочий день не позволял пользоваться благами произведенными, а соответственно, если нет потребления, нет и дальнейшего развития капитализма. И мы знаем, что производительность труда на заводах Форда была значительно выше, чем на аналогичных предприятиях, где был более длинный рабочий день. И более того, несмотря на то, что сокращение рабочего дня было без сокращения заработной платы, прибыль у него увеличилась в два раза. То есть налицо положительный экономический эффект, в том числе и для капиталистов от сокращения рабочего дня. Как влияет длинный рабочий день? Мы знаем, что исследования по так называемому овербокингу идут до сих пор и негативные эффекты, которые и раньше регистрировались от длинного рабочего дня, они сейчас регистрируются, несмотря на то, что исследования проводятся не в тяжелых условиях примитивного машинного производства, в условиях вредных факторов, а даже для работников, которые не связаны с особой вредностью. Доказано, что длинный рабочий день приводит к увеличению риска инфаркта миокарда, инсультов. У женщин приводит к тому, что уменьшается способность зачатия, то есть на 20% времени нужно тем супружеским парам, у которых женщина работает больше, чем обычный 8-часовой рабочий день. И ряд других эффектов, которые связаны отчасти с продолжительностью рабочего дня, отчасти со сменным режимом работы. здесь мы должны учитывать то, что 8-часовой рабочий день это как средняя температура по больнице. На самом деле, если мы возьмем даже наш российский трудовой кодекс, то там 8-часовой рабочий день никак не фигурирует. Есть норма недельная, не больше 40 часов в неделю, а вот продолжительность рабочего дня конкретная, она, к сожалению, не нормирована. Поэтому, когда мы говорим о сокращении рабочего дня до 6 часов и сокращении соответственно рабочей недели до 30 часов, мы должны говорить о том, что и рабочая смена тоже должна сокращаться до этого времени. Иначе мы получим 6-часовой рабочий день только для определенного контингента работников, которые работают допустим на 5-дневной рабочей неделе, 5 дней в неделю с 8 до 17 и 2 выходных дня. Все те, кто работает посменно, они преимуществ больших от этого не получат. Отчасти получат, но тем не менее длинный рабочий день для них сохранится. Поэтому для того, чтобы максимально дать максимальный эффект для здоровья работников от сокращения рабочего дня, мы должны закрепить продолжительность рабочей смены. Почему можно говорить о положительном эффекте сокращенной именно рабочей смены? Опять же, проводились исследования у работников, которые работают в таком сменном режиме. Это работники моряки, это работники на маяках, то есть там, где смена, есть вахты, короткие вахты, четырехчасовая вахта, допустим, она дает по сравнению с шестичасовой вахтой дополнительный суток дополнительный час сна работнику. Значит, шестичасовая по сравнению с восьмичасовой дает дополнительно 1,3 часа. То есть мы знаем, что продолжительность сна ежесуточного влияет напрямую на здоровье. Чем меньше человек спит, тем больше у него риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, развития сахарного диабета, ну и других повышенного ожирения, других жизнеугрожающих состояниях и заболеваний. Поэтому мы должны говорить о том, что да, должен сокращаться рабочий день и должна быть регламентирована продолжительность рабочей смены. Опять же, 6 часов это очень удобное деление на смены, о чем говорил Олег Анатольевич. Это не 3 смены, а 4 смены. И здесь решаются многие проблемы, которые, допустим, возникают у транспортников. При 8-часовом рабочем дне невозможно нормально, адекватно поделить на смены, да, потому что транспорт у нас работает все-таки не 24 часа, ну вот имеется в виду пассажирский. И поэтому у них бывают смены по 4 часа, бывают по 9 часов. Иногда между этими сменами промежутки бывают такие, что человек не может не отдохнуть нормально, не поспать, нормально восстановиться. И это приводит, конечно, к большим сбоям в работе организма. Ну и, наконец, то, что касается работоспособности. Безусловно, для нас, сторонников рабочего класса, в первую очередь, играет, имеет значение состояние здоровья рабочих. Но работоспособность тоже важна. Почему? Потому что работоспособность влияет, в том числе, и на производительность труда. Доказано, что 8-часовой и 10-часовой рабочий день, при, скажем так, ну, при отсутствии какого-то там конвейерного производства, он значительно выработку, скажем так, продуктивность не удлиняет, не увеличивает. А вот сокращение до 6-ти часов, до 6-ти часов, позволяет повысить интенсивность труда. Зная, что рабочий день сокращен, и, так сказать, понимая, что скоро, скажем так, все это закончится, рабочий день, человек работает более интенсивно. И в более короткие сроки он может выполнить большее задач. Наконец, человек работает не только для того, чтобы получить, так сказать, средства к существованию, но и в конечном итоге, опять-таки, показали это психологические исследования, что продолжительность рабочего дня напрямую влияет на уровень счастья человека. А уровень счастья определяет то, как с охотой ли человек идет на работу, и как он выполняет свои обязанности. В некоторых тростлях это имеет принципиальное значение. Так вот, короткий рабочий день повышает уровень счастья. И люди и трудятся, соответственно, охотнее, потому что они имеют больше времени для общения со своей семьей, для каких-то своих личных нужд, и в том числе они получают свободное время для своего развития. Ну и, наконец, последний аспект, которым я хотел бы упомянуть, что есть в мире и тенденция противоположную удлинению рабочего дня в ряд компаний, в частности Швеции, это Toyota в Швеции и ряд других переходят на шестичасовой рабочий день. В Норвегии, насколько я слышал, собираются тоже переходить на шестичасовой рабочий день. То есть эта тенденция, прогрессивная тенденция, она в капитализме тоже есть. И наша задача помочь развитию этой прогрессивной тенденции не просто противостоять удлинению рабочего дня за пределы нормальной продолжительности, это неэффективно, как убедительно доказал Олег Анатольевич, а именно продвигать и поддерживать позитивную тенденцию, то есть сокращение рабочего дня до шести часов, при сокращении рабочей недели до 30 часов и сохранение заработной платы. Благодарю за это. Вопросы? Такой вот вопрос. Вот первый докладчик задавайте на тему безработицы. А как вот безработица влияет на здоровье? безработица отрицательно влияет на здоровье человека. Понятно, что если он не имеет достаточного количества средств существования, он не получает нормального питания. И кроме того, безработный находится в угнетенном состоянии духа, что также его здоровье не улучшает. сокращение рабочего дня до 6 часов позволяет в том числе и бороться с безработицей. Потому что там, где нужен был один человек, чтобы закрыть рабочий день, два человека. Более того, это на ряде предприятий позволит увеличить время работы. Там, где сейчас они работают по 8 часов, предприятие будет работать 12 часов. Просто не один человек будет выходить на 8-часовой рабочий день, а два на 6-часовой. Поэтому вот такое сокращение, оно отчасти решает проблему безработицы. Скажите, вот ряд рабочего класса, относящихся к вредным отношениям работы, это и горно-промышленные предприятия, это и гальваника и все остальное. Им выдают молоко в каких-то определенных пропорциях для того, чтобы очищать организм. Они имеют право на то, чтобы работать меньше и насколько сильно это отражается, как бы им сокращать нужно рабочие часы или пить больше молока, как вообще относиться. Возитойно очень хороший вопрос очень правильный вопрос. Конечно, работающие во вредных опасных условиях труда должны иметь сокращенные рабочие деньги. и так было до последнего времени, но сейчас мы видим в России тенденцию и даже это уже нельзя называть тенденцией, а это уже свершившееся реальность к тому, чтобы защита времени, а сокращение рабочего дня у работников во вредных и опасных условиях это так называемая защита времени, уменьшается количество, так сказать, экспозиция воздействия этих вредных веществ. Так вот, с помощью специальной оценки труда, которая зачастую проводится формально и уж не говоря о том, что в самой методике уже заложена бомба, потому что многие параметры, которые раньше замерялись, сейчас не замеряются. Приводит к тому, что класс опасности уменьшается и это уменьшение, занижение, скажем так, класса опасности, оно пошло еще со времен аттестации. Когда сравнивали, так сказать, класс опасности установленный по данным Росподревнодзора или по данным лаборатории в начале 90-х годов и через 10-15 лет оказалось, что класс опасности уже на один меньше стал. После Сауд зачастую, который не находит никаких вредных и опасных факторов или замеры оказываются такими, что условия труда становятся допустимыми. Что влечет за собой соответственно отмену льгот и компенсации. То есть это отмена сокращенного рабочего дня, отмена дополнительных отпусков, ну и отмена лечебного питания. Если у вас нет вредных факторов, зачем вам лечебное питание? Ни пиксин, ни молоко, ничего выдавать не будут. Поэтому в первую очередь мы должны добиваться того, чтобы сокращался рабочий день у работников вредных и опасных производств. Не говоря уже о том, что вообще в России 1,3 миллиона рабочих мест, которые просто подлежат ликвидации, четвертый класс опасности. Тем не менее, люди там работают. Слово предоставляется золотому Александру Владимировичу. Уважаемый товарищ, с огромной интересной в доклад коллег мы видим насколько неисчерпаема тема сокращения рабочего дня. Я хотел бы еще один рассказать принести в наше рассмотрение. Мы говорим об экономическом развитии. Развитие это очень высокое слово. Что означает современное развитие экономическое? Я думаю, это можно так выглядеть как создание предпосылок для свободного всестороннего развития всех членов общества. Мы живем в такое время, когда сложились объективные предпосылки для того, чтобы не одна группа людей за счет большинства развивалась, а чтобы все развивались. Совместно трудяйся и совместно управлять. Тем самым мы очень близко подходим к цели развития социализма. Мы знаем, что фомулировка относится к социализму. Мы знаем в другой стране, что социализм есть уничтожение классов. уничтожение Вот эта форма, я думаю, не до конца освоена, потому что мы, конечно, никогда не понимали уничтожение классов, в том смысле, что уничтожаем людей классы. Хотя это очень часто привязывает с пониманием со стороны партии, что лидировать как класс, значит уничтожить свой класс людей. Ничего подобного. Уничтожить положение, которое делают людей, принадлежащих такому-то классу. Вот этот вопрос оставался все-таки недостаточно разогнан и осознан. И в связи с этим я думаю, что проблема сокращения рабочего дня становится особенно значимой. Ведь различие классов и противоположность классов связана не только с различием обладания материальными благами в виде средств, производства, собственности. Она связана в постоянной обладание системы общественного производства. Когда один класс я имею в виду рабочий класс занят преимущественно производительным трудом а класс капиталистов занят преимущественно не производительным и те, кто работает на него преимущественно не производительным. Так уничтожение классов состоит не просто в переприр 1966 или в возвращении собственности и передаче собственности тем, кто создает материальный благоholder downloaded Уничтожение классов встает и в том, что в Севере выполняют специально однородные виды деятельности в равной мере. То есть в Севере участвуют в выполнении производительного труда и в выполнении не производительного труда. До тех пор, пока такого сочетания, такой перемены нет, об уничтожении классов говорить нельзя. Так вот, сокращение рабочего дня – это и есть главная форма формирования предпосылок и движений к уничтожению классового различия и классового общества. Ну и мы видим, что социализм, когда в рамках социализма происходило сокращение рабочего дня, представлял собой уничтожение класса. Ну вот, действительно, 8-часовой рабочий день. Очень крупное завоевание. Значит, после 9-10 часовов вот этот прирост времени рабочий класс России использовал в 2017 году для чего? Для того, чтобы заняться формированием дружин, начинать осуществлять рабочий контроль. То есть это сокращение рабочего времени и увеличение свободы времени позволило рабочему классу установить свою советскую власть. Сначала создать посылки для этого в виде рабочих комитетов, а потом установить советскую власть. Понятно, что в годы гражданской войны с сокращением рабочего времени были большие проблемы, потому что надо было жертвовать всем. В революции есть период самопожертвования. Жертвую всем. И временем свободным, и жизнями. Чего же тут? Временность и жизнями жертвуем. Когда закончилась гражданская война, началось мирное строительство, снова возникли предпосылки и возникла необходимость осуществлять шаги, ведущие к уничтожению класса. И одним из крупнейших шагов стало введение семичасового рабочего дня декретом, если не ошибаюсь, ноября 1927 года. Значит, рабочие стали еще меньше заняты производительным трудомом, получили еще больше времени для того, чтобы выполнять государственные функции. И партия тогда, поскольку она была коммунистической партией, именно это отмечал, что появились новые возможности для развития и участия рабочих в управлении. И когда мы вспоминаем те совершенно выдающиеся формы государственной работы именно рабочих, шерства заводов над голосаппаратом, социалистическое совместительство, то есть которые велико упразднение государства как особого аппарата, стоящего над обществом, мы это всегда рассматриваем в контексте сокращения рабочего дня до 7 часов. Вот когда сократили, стало возможно, и то еще времени не хватало. И то еще рабочим приходилось частично уходить с производства, и дектора говорили, как же так, мы тут хотели, а они куда-то пошли, а нам нужно. То есть было противоречие. То есть 7 часов, это не вот тебе что было. Это был огромный скачок по сравнению с 9-10 часами в 13-м году. То есть смотрите, плюс 3 часа. Но это был не предел его неприедеши, и поэтому уже в конце 20-х годов в партии была совершенно понятна осознанная задача сокращения рабочего дня до 6 часов, что собственно было сфиксировано в программе РКПБ. То есть это рассматривалось как генеральная линия уничтожения класса. Но, к сожалению, мы с вами понимаем, что не все это благоприятствовало. В годы войны десятки миллионов людей с производства ушли, их изменили женщины и дети, но и интенсивность труда, и продолжительность труда резко возросли. То есть узаконили сверхурочные, отменили 7-часовой рабочий день, 8-часовой, выходные. Это жестокое крайне необходимость. Значит, что после этого было? После этого было послевоенное восстановление и снова возвращение к какому-то 7-часовому рабочему дню. Другое дело, что партия уже существенно изменилась за это время, потому что очень долгое время рабочий класс был вне активного участия в государственном управлении именно в силу материальных причин, именно в силу того, что рабочие были у станков, а управляли бы те, кто из рабочих, те, кто были преданными рабочими, потом они умерли, потому что они отдали все силы в войну, пришли, те, кто уже не из рабочих, и не особенно преданы, из эвакуации многие приехали, вот они их возглавили, многие вещи. То есть курс, конечно, уже существенно поменялся. Но все-таки еще в 7-часовой рабочий день оставил надежду, и помните, опять подняли защиту в 6-часовой рабочий день, то есть рабочий класс надеялся, что будет сделан следующий шаг в уничтожении классовых различий, в освобождении его от закрепления за производительным трудом. Но вот все изменилось, как мы знаем, в 67-м году, когда декретом, каким декретом уже? Законом. Сначала съезд коммунистической партии Советского Союза принял решение переход на 8-часовой рабочий день. Потом этого законного профсоюза, то есть это была полная измена коммунистической партии к коренным интересам рабочего класса. Это был курс не на уничтожение классов, а на воспроизводство классов. И эти 8 часов, казалось, ну какая разница, 7 или 8 часов. Ну вот мне Анатолий Николаевич подарил замечательную книгу, которая рассказывает, как это дело было. Так вот, с точки зрения производства это был сплошной ущерб, потому что ткачихи и так на пределе работали, и 8-й час был пустой работать. Это раз. Во-вторых, значит, вот Василий Иванович нам тогда чертил этот сегмент. 8 часов, 8 часов, 8 часов, 8 часов, повторяю. Так, извините меня, с учетом того, что много было тратилось время на перемещениях, час на буднях, когда его забрали, это лишило свободу времени в значительной степени и практически свело его к нулю в рабочих. Не время для самообразования, не время для профсоюзной работы, ничего не было. То есть рабочий класс был просто демобилизован материальными условиями. От имени партии фаналитической, которая как будто выражала его интерес. Это целый букет последствий. Уже через 10 лет резко изменилось отношение к труду. Люди выглядели больше унитворенность, опросы показывали. Ухудшилось и здоровье. И вот это букет, собственно, последствий увеличения продолжительности рабочего дня. Но самое главное в социально-экономическом плане, что вектор нашего развития изменился. Место уничтожения этих классов мы получили. Воспроизводство классов общества, что, собственно, и завершилось в 90-е годы. Поэтому мы можем говорить о том, что, если политически ставить вопрос, мерило коммунистической, коммунистичности партии, которую я так называю, ставить в том, в отношении этих партий вопрос о сокращении рабочего дня. Та партия, которая не выставляет это требование как насущное, такое требование, которым она руководится своей деятельностью, коммунистической, остается только по названию. Потому что она изменяет коренным интересам рабочего класса и ведет курс, либо на приспособление к тому, что есть, во всяком случае, не на формирование предпосылов для уничтожения классов. Это справедливо для капитализма тоже. Да, при капитализме, конечно, сокращение рабочего дня не означает, ну, если сказать, благоприятные, формирование благоприятных условий для выполнения государственных функций. Там государство другое. Но сокращение рабочего дня при капитализме означает формирование предпосылов для борьбы рабочего класса за усыновление своего господства. И другого пути нет. Потому что если мы... Вот что мы сегодня наблюдаем в профсоюзном движении? Как-то очень мало стало профсоюзов. Те, кто были, очень когда-то пропали. Когда начинаешь разбираться, а что случилось с теми, кто был? Так, скажем, наши замечательные дойки имели 8-часовую рабочую смену, а она стала 12-часовой. Так что вы хотите? Вот подрублен корень материальный для воспроизводства профсоюзных работников, для профсоюзной активности. Он выглядит в корне. Еще держится все на старых традициях таких, на старых людях, уже в каком-то смысле и старых людях. Которые преданы рабочему классу, уйдут они и все это вообще сметет, и мы получим то, что наблюдаем во всех других профсоюзах. Так что, мы просто видим, что бороться за свои интересы, не располагая временем, совершенно невозможно. Или эта борьба сводится к нулю. А что-то позитивное мы можем увидеть. Я вспоминаю, почему же был такой всплеск активности забастовочной в середине 90-х годов? Уж там прямо и голодно было, и от голода падали люди и так далее. А помните, какая была ситуация? Недогрузка производственных мощностей, заказы через полтора и так далее. Появилось такое время, которое работники могли использовать для того, чтобы придя на производство, собраться, обсудить. В некотором смысле свободно. Хотя в полном смысле нельзя было свободно рассчитывать, потому что это время голодных людей. Но тем не менее. Да, был всплеск активности 90-х годов. Забастовочных. Значит. Вот именно с того, что у них было время. Они не были. Образдался в том, что, например, здесь сидят у нас, значит, руководитель Стачкома, цеха 125. Это 90-е годы. Вот руководитель Забасткома, завода Электромаш, это 90-е годы. И ничего такого не было и близко. Уже после 2000-го года. А почему? А вот началась опять загрузка производственных мощностей. Начался так называемый экономический рост, когда говорили, что ну вот теперь и к станкам. Теперь и у людей осталось время для того, чтобы заниматься профсоюзной работой и реализацией дословочных движений. Иван Михайлович Друговна, ответа вы не найдете на этот вопрос. Значит, ну и заканчивая, так сказать, тему, почему вместо уничтожения классов пошло уничтожение социализма, возьмем такой интересный пример, который мало осмыслился. Вот мы видим бесное положение русской деревни. Опустела деревня. А почему, собственно, она пустела? Почему опустела? А потому что была такая ситуация. Повышается производительность труда. Люди оказываются там как бы лишние. А раз лишние, они в город пошли. А там ничего не осталось. А она еще повысилась. Опять лишние люди. Опять их в города отправили. А что нельзя? Разве было перейти сокращение рабочего дня и введение смены работы в деревне? Вы повысили производительность, замечательно, сделаете две смены. Еще повысили, сделаете три смены. И чтобы все работники оставались работать и занять. Только у них будет не так, как герои производства. Он от зари до заката. Что это за героизм такой? Это был социализм? Это был курс на уничтожение классов? Или на скрепление классов? Это был курс на скрепление классов. Но люди как могли, с этим боролись. А как могли? Вы бегали из такой ситуации. Если мы переводили нормальные рельсы, сменные работы, при 6 часовом рабочем дне, у нас сегодня деревня была, с людьми, и с молодыми людьми, и в то же время работали, и все. То есть курс на сокращение занятости вместо сокращения рабочего дня обнаружился уже на закате социализма. Это был точно закат социализма. Это был фактор, который его уничтожал. Поэтому негативный опыт говорит о том, что как только коммунистическая партия начинает заниматься в той или иной форме консервацией продолжительность рабочего дня, или даже увлечением, вопреки росту общественной производительности труда. А никто не спорит, что общественная производительность труда в 1967 году была выше, чем в 1927 году, когда мы вводили 7 часов рабочий день в 1927 году, а вводили 8 часов, точнее говоря, возвращались в 1967, через 50 лет, но через 40. Это просто ситуация, когда предпосылки для уничтожения классов не используются. И такое неиспользование продолжается естественно при современном капитализме. Ну и говорим про 6 часов рабочий день и доказываем, что он возможен. И вроде как надо убеждать кого-то. Вот когда начинаешь считать, а что бы было, если бы классы были бы уничтожены, если бы не было закрепления людей затем за производительность в новом сфере материального производства, а все трудоспособные в равной степени участвовали в выполнении производительного процесса. Что бы было? Вот мы посчитали с коллегами. Гайдара бы не было. Но это само собой. Мы посчитали с коллегами, что если бы все участвовали в выполнении производительного труда, это не только в промышленности, это и в строительстве, и в сельском хозяйстве. Подсчет был такой, все эти сферы. И сегодня бы в развитых экономических странах не 6 часов приходилось бы на одного работника, а полтора-два часа. Но даже это не 3, Кеннис там что-то прогнозировал, не ошибся, Кеннис, конечно. Техники производительного труда далеко вперед ушли. То есть 2-3 часа в день на каждого было бы достаточно, чтобы производить весь тот продукт, который сейчас производится. Это означает, что, вообще говоря, современное общество готово и созрело полностью для коммунизма, для уничтожения классов, для уничтожения разделений общественных классов. Другое дело, что капитализм, вопреки этой возможности, воспроизводит эти классы, потому что занимается тем, что сокращает не рабочие преимущества, а занятость. И у нас уже сегодня в производстве занято 15, 17, 18, а в обрабатывающих производствах это уменьшает 8-10% населения в Соединенных Штатах Америки. То есть они переводят экономию труда не в сокращение рабочего дня, не в создание предпосылов для уничтожения классов, а в наращивание проектирующих слоев, ну и тех, кто их обслуживает. В сельском хозяйстве 1%. Это понятно, это тенденция к капитализму. То есть вот это 6 часов рабочий день, честно говоря, не тот масштаб, который отвечает современному производительному силу. Но с чего надо начать? Вот поэтому я хочу сказать, вот нам извиниться за, я бы сказал, за скромность постановки нашего вопроса. За порталистическое. 6 часов. Ну какие 6 часов, если 2 часа может быть? Ну 6 часов, ну как-то надо с чего-то начать. Давайте хотя бы с 6 начнем. Хотя возможно вообще, сегодня было бы, если бы не было, деление общественного класса и 2 часа. То есть современное общество технически готово для коммунизма. Ну, вот я думаю, что осознавая это, мы понимаем, что сторонниками экономического развития и России, для всего мира являются только те, кто выступает за сокращение рабочего дня. Причем 6 часов это как только первый рубеж, а там дальше и так далее. Если мы этим не будем заниматься, то все остальное, все остальное будет уводить нас от коммунизма. И вот это, наверное, главный критерий сегодня – коммунистичность. Поэтому я чуть-чуть выхожу за рамки чисто экономического, но я хочу сказать, что мы с вами прекрасно понимаем, что вот такая ситуация, когда объективные предпосылки полностью созрели и перезрели для коммунизма, а коммунизма нет, означает только одно – что нет той партии, которая организовала бы класс и была бы на высоте этих требований. Вот партий нет ни в России, ни во всем мире на сегодня. Ну так где-то кто-то должен начать поставить вопрос, как совершенно правильно говорили. Ну давайте поставим вопрос о партии, которая способна все-таки решиться задачами. Ну вот опираясь на вот это знание, на эти факты установленной наукой, я думаю, что мы должны призвать всех сторонников экономического развития к тому, чтобы центральной своей задачей на сегодня и до полной победы коммунизма, то есть до полного уничтожения классов, потом это сохранится только в другом виде немножко, так сказать, вести борьбу за сокращение дня рабочего, на пешую и сесть на рабочий класс. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросик простой, вот я немножко тут не согласен, потому что тот, кто начинал работать на тех периодах, и были молодые, все мы были посланы в деревню, и такое понятие, как шефство, мы меняли там весь этот народ, а там оставались бригадиры, учетчики, заведующие и непонятно кто. И мы, рабочий класс, освоив все вот эти специальности вот, я все эти освоил, пока не научился производительно работать модельщиком. Тогда меня стали оставлять. А так, когда был молодой, то в колхозе все пропадали. То есть с гордым колхозом, да? Это сезонная работа, видимо, как бы. Это сезонная, это сезонная. Понятно, что там надо было что-то такое делать, чтобы фактор сезонности нивилировать. Но опять-таки, значит, надо было, так сказать, не радоваться тому, что мы уходим из деревни. Это, говорят, естественный процесс. Идет урбанизация. Ну вот, естественный процесс, а сегодня у нас уже неестественный процесс. Потому что кто там будет эти дикие поля обрабатывать? То есть не решалась задача уничтожения класса? Ну, все тогда. То есть это закончилось тем, что, вообще говоря, уничтожилось в близках уничтожения целый сквер. Я ведь больше мог бы сказать. Вот это не наша проблема. Воспроизводство рабочего класса – это проблема не только России. Вот опросы показывают в Англии, что средний возраст так называемого традиционного рабочего класса, правда, тех, кто участвовал в опросе, там опросы оплатило 7 миллионов человек. 66 лет. Как перспектива у английской промышленности? Я думаю, что она и многие больше, чем у российской. Потому что у нас рабочие мастера ездили туда в Англии по обмену. У них действительно такой возраст. И у нас, кстати, такого же. И у нас такого возраста. Так мы чего такие планы делаем с вами? Значит, импортозамещение, укрепим оборону. Кто будет крепить-то через 5 лет? То есть, честно говоря, задача, которую мы ставим, это не просто задача, а хорошо бы приблизить. Это, можно сказать, животрепещущая задача. Если это не будет сделано, то через 5 лет у нас заводы закроются. Вот еще. Можно? Да, пожалуйста. Ну, у меня вопрос, наверное, не от самого себя, а вопрос от тех возможных слушателей, которые, скажем так, не политически, экономически не просвещенные. Вот. Главный Швали имели желание такое. Вот. Ну, у них наверняка такой вопрос возникнет. И он надо было, конечно, раньше задавать. Если мы уменьшим рабочий день с 8 до 6 часов, не приведет ли это к тому, что просто рабочие эти два лишних часа будут сидеть на диване, смотреть телевизор за интернетом, но никак не развиваться, наоборот, даже, возможно, деградировать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что Денис Борисович сказал, что если рабочие из временного производства посетят 2 часа на диване, это вообще не худо, вот они просто отдохнут. А все остальные? Это. Значит, да, там найдите здоровое производство. Не вредно. У станковых, не вредно. Ну, во-вторых, я не поднимал этот вопрос, но вы правы, что здесь есть проблема, что, так сказать, это дополнительное рабочее время должно стать свободным временем, то есть временем для свободного развития. Ну, и здесь непочатый край. Значит, у нас пустуют инженерные центры, комбинаты еще остались, учебные. Ну, вот инженер придет туда, значит, начнет учебу. То есть, я понимаю, что мы не просто говорим о том, что сокращить рабочий день, а здесь у нас целый ряд обстоятельств. Вот, да, по-моему, поставить систем, чтобы это время превратилось свободным. Вот, скажем, у нас в области построено порядка сорока так называемых фокусов. А они в небольших городах, то это в шаговой доступности. Ну, почему бы там, так сказать, из фабрики местной, так сказать, на час, да, всех. Тренажеры и так далее, и так далее. То есть, это большая работа, это вот то, что начинали делать в советское время, так, социально планированное. То есть, мы управляем социальным процессом, мы используем то, что создано для развития людей. Безусловно, это нужно будет сделать. Но давайте, пока мы вообще не поставим вопроса шестишества в рабочем дне, мы тогда и не получим проблему, а как его использовать. А как, вот, тут масса появится возможностей. Я вам хочу сказать, мы с вами вот только еще некоторые намечаем, а люди, которые получат доступ к такому и задумываются об этом, найдут еще много очень способов. Дайте возможность. Я, наверное, еще бы так бы добавил, то, что... У вас будет возможность выступить? Конечно, мы выступим. Да, это можно дополнить? Да, пожалуйста. Вот по этому вопросу, к вопросу об интернете. Ну, в интернете можно разные вещи найти, в том числе и Ленинградское интернет-телевидение, которое показывает лекции Красного университета и занятия в университете работе корреспондентов. Поэтому, я думаю, что время, проведенное в интернете, также можно использовать для собственного развития. Писал Владимирович, можно такой вопрос? Да? А как вы относитесь вот к той пятидневке, которая имела место в 20-х, 30-х годах? Да я хочу сказать, что имела место и четырехдневка, и пятидневка. Там много было всяких вариантов. То есть, о чем вы говорите? Что там было четыре дня по семь часов и пятый выходной. То есть, это не привязывалось к воскресеньям. То есть, суббота это святое, а воскресенье еще более святое. То есть, это показало, что так можно жить. То есть, я отношусь нормально. Для меня главное, я думаю, это не для меня, а для всех главное. Какая продолжительность рабочего дня и какая продолжительность рабочей недели. Вот что важно. Понятно, если каждый день без выходных и без отпусков, то такое рабочее никому не нужно. Поэтому ограничение рабочей продолжительности рабочей недели тоже должно быть. Там было ограничение. Нормально отношусь. Потому что по часам это выходило очень неплохо. А по сравнению с тем, вот я преподавал студентам своим во Франции. Мы, французские работники, работают меньше, заработают больше. Я говорю, ну да, конечно, сегодня. Ничего могу сказать. Кстати, Олег Анатольевич, вы напрасно думаете, что они работают по семь часов? Практика там не такая. Это был бы не блокопитализм, если вам дали семь часов и, не дай бог, еще профсоюз будет. Они работают по восемь часов, да? А в пятницу три часа. В пятницу. А так, извините, преимущественно они по восемь часов. Это не по семь часов. Я тоже так думал. Разделить надо. И получите. Ничего подобного. Вот никак не работает. Это капитализм, есть капитализм. Последний вопрос. Спасибо. Считаю так. Ну, думаю, не только я так считаю, что профсоюзы сейчас, которые сформировались, сформировались не совсем давно и сформированные также и давно, то есть целиком и полностью практически не выполняют свою работу, свою задачу поставленную, которая перед ними стоит в плане обеспечения труженика всем, чем необходимо. Как мы можем, может быть, их соединить или воссоединить с интересами рабочей партии? Я считаю, что здесь достаточно актуальные вопросы стоят и ответы такие разумные. Мне кажется, присоединение не нас к ним, а их к нам даст свои определенные плоды, и люди наконец-то начнут чувствовать ту заботу, которая должна быть проявлена. Как Вы думаете, как нам к этому прийти? Это очень важный вопрос. Только я бы сказал так. Вот мы начинаем сейчас говорить о профсоюзах. Они не такие, не сильно борются. Но мы-то знаем, какая организация выше трудящихся партий или профсоюз? Ну, все знают, что партия, конечно. Так вот мы провели инвентаризацию. Какая партия выступила за сокращение рабочего дня? На всю страну и так далее. Вот так громко и последовательно ни одна партия еще не выступила. Что же мы тогда требуем от профсоюза? Поэтому Вы правы. Что вот мы сегодня здесь поставили вопросы. Значит, я надеюсь, что найдется такая партия. Я буду добиваться, чтобы общественное объединение рабочей партии России. И все мы должны добиваться, чтобы это сделало центральную задачу. Почему уже, собственно, это и дело. Ну и вот тогда, когда это пойдет по политическому отношению, то есть вангарды начнут в это дело втягиваться, тогда и профсоюзы применятся. Обратным ходом ничего не получится. Мы уже проверим. Без партии профсоюзы умирают. А всплеск когда был... А когда у них, скажем, по тому же Докерской организации, были там замечательные коммунисты. Там Федотов, Моложник, Тимофеев, Энергичные все. Организация работала. Вот прошло время. Ну давайте. Не пришла им смена. И что мы видим? Да ничего хорошего не видим. Как-то вот мы вспоминаем былые заслуги. То есть это нас тоже научило тому, что без партии, боевой, правильно ставящей задачи, причем корректные задачи, профсоюзы перерождаются и умирают. Или попадают под влияние партии работодателей. Ну а уж они так что-то будут заботиться об активности профсоюза. Уважаемый Тарасович, я предлагаю, если нет желающего еще выступить, выступать и оставшиеся вопросы в письменном виде подать и мы в конце, так сказать, на них ответим. Мы работаем полтора часа, прозвучало три доклада. Пожалуйста, еще желающие есть выступить. Главное, пожалуйста, лучше. Придитесь, можно. Да, Николай, как вам думать? Как вам думать? Стоять, сидеть, все равно лучше. Стоять, конечно. Стоять, лучше. Значит, молодой женок в своей работе. Представьтесь. А я представляю себя. Герасим Иван Михайлович. Старший научный сотрудник ООНИИ и Трансмаш. Ленинград. Значит, молодой Марк в своей работе, не считая фирософией, он писал, что главным требованием, ну ему там было 29 лет, главным требованием рабочих, естественным, является повышение заработной платы, и ради этого они вступают в коалиции, и далее развивается из этого чуть ли не до политической стадии. стадии доходит борьба рабочего класса, и все хорошо. Но вот когда Маркс, значит, начал писать капитал, 20 лет спустя уже повзрослев, то он увидел, что как раз в том 47-м году, когда он писал работу не считая фирософии, был издан акт в Англии об ограничении рабочего дня десятью часами. До этого было и 12 часов, и 15, и до 18. Вот. И что делают капиталисты при этом? Началась агитация среди рабочих за отмену акта 1847 года. Не брезговали никакими средствами обмана, сообразных угроз, но все было тщетно. Если бы удалось собрать полдюжины петиций, в которых рабочие жарвались на в камышках угнетение их этим актом, то сами же петиционеры при устном опросе заявляли, что подписи их были вынуждены. Они угнетены, это правда, но кем-то другим, а не фабричным актом. Но если фабрикантам не удалось заставить рабочих говорить в жирательном для них духе, тем громче они сами кричали от имени рабочих в прессе и в парламенте. Они поносили фабричных инспекторов как своего рода комиссаров конвента, которые безжалостно приносят несчастных рабочих в жертву своих и мере об улучшении мира. Но этот маневр не удался. Фабричный инспектор Иоанид Хорнер лично и через своих помощников собрал многочисленные судейские показания на фабриках МКШИРа. Около 70% опрошенных рабочих высказались за 10-часовой рабочий день, гораздо менее значительное число за 11-часовой и совсем незначительное меньшинство за старый 12-часовой рабочий день. Здесь надо учитывать, что, конечно же, в ту полу вопрос ставился только так, что если ты работаешь 10 часов вместо 12, у тебя пропорционально срезается заработная плата. Ни о каком сохранении заработной платы тогда речь и близко не стояла. Значит, далее. Крупная веха в истории рабочего движения – это расцвет демонстрации в Чикаго 1 мая 1986 года, который мы празднуем до сих пор. И требование, опять же, было рабочее время – до 8 часов. Первым требованием забастовщиков в Иваново-Вознесемске в 1905 году выдающаяся забастовка, которая перекинула мощность к установлению власти рабочих, диктатуре пролетариата, к советам, тоже было установление 8-часового рабочего дня. И когда совершилась февральская революция буржуазно-демократическая, первое, что было сделано в Петрограде, по крайней мере, я не знаю, как по России в целом, это был установлен, начиная с марта 2017 года, на предприятиях в 8-часовой рабочий день. И если бы этого не было, то, по всей видимости, русский рабочий класс не накопил бы сил для той вежливой, можно сказать, после Крыма 2014 года, может быть, обежливой операции в октябре 2017 года по отжатию власти у буржуазии. А так как буржуазия русская показала полную неспособность управлять государством, то тогда, соответственно, не было бы и России. Вот это очень существенные моменты, которые говорят, что все-таки вопрос свободного времени, сокращения рабочего времени, он имеет превалирующее значение даже перед зарплатой. Вот как работник высшей школы, который работал 27 лет в высшей школе до 2014 года, я могу сказать, что несмотря на крайне маленькую зарплату, несмотря на нищету карасальную, очень мало кто увольнялся из высшей школы. Почему? Потому что давалась возможность для всестороннего развития, и не было вот этого самого, как вот у меня студентка одна, она сейчас достаточно взрослая, ей 36 лет, сидит без работы, тут со мной связывалась, я ей предложил работу в организации, в научно-исследовательном институте, она говорит, я в эту тюрьму с 8 до 5 не пойду. Кем угодно, курьером, там куда угодно, только вот не в это. То есть это вот, к сожалению, ко всему прочему, и подрывает такой рабочий день престиж среди молодежи, который идет куда угодно, там и в брокеры, и всюду, и в менеджеры, и в мерчендайзеры, только не на производство, и даже не только на производство, но даже и в научно-исследовательские институты неохотно идет. Там, так сказать, для энтузиастов. Это вот здесь вот ответ на вопрос, который девушка очень хорошая задара, вот если начать давить, вот что будет, что вырубится что-то новое, или рухнет государство. У меня здесь русская буржуазия и сейчас не показывает особых потенций к развитию. То, что вот я вижу вокруг себя, по крайней мере, это высшая школа, в частности, Петербургский политехнический университет, российская буржуазия, хорошо, она эта самая находится в деградации, эта деградация в последние годы резко усилилась, и надо прямо сказать, что если так пойдет и дальше, то очень скоро Петербургский политехнический университет, это кузница кадров, признанная в том числе для оборонной промышленности, он перейдет в режим техникума, то есть он будет выпускать кадры, способные общаться на английском языке, и обслуживать и ремонтировать сложную технику, произведенную в развитых странах. Принимать физические процессы, обладать математическим аппаратом для описания этих процессов, и создавать свои образцы техники эти выпускники не смогут. Даже так называемый, как их там сейчас называют, инженерный спецназ, революбированная группа, это там люди, ребята, которые учатся работать на программных продуктах импортных, там типа ANSYS и так далее, и работают они в основном в рамках зарубежных инжиниринговых фирм, в том числе обслуживающих там BMW, Mercedes и так далее. То есть это совершенное выхорачивание высшей школы, совершенное выхорачивание инженерных кадров. Что касается производства, то, в общем-то, тоже автомобильные отрасли, практически уничтожены отечественные автомобильные отрасли. А отечественных автомобилей нет. КАМАЗ – это автомобиль, где масса импортных комплектующих. УАЗ – это автомобиль, где масса импортных комплектующих. Рада Веста, это автомобиль, где масса импортных комплектующих И после того, как его поставили на поток, ряд, как бы рассказано, ряд компетенций по производству отечественных комплектующих был утрачен Потому что под предрогом повышения качества кадровый офицер шведской армии Бу Андерсон, он довел до соответствующего состояния автоваз И здесь вопрос развития рабочего класса Вопрос, вот сможет ли рабочий класс перехватить, и сможет ли на место загнивающей российской буржуазии вырубиться что-то новое, что пойдет дальше в развитие И здесь вот тоже очень хороший вопрос, чем будет заниматься рабочий в свободное время Конечно же, высвободившиеся два часа нерабочего времени, это не свободное время, по уморчанию Это условия для того, чтобы они были свободным временем И здесь надо, конечно же, кроме как партии, некому больше проводить работу Потому что профсоюзы, надо сказать, они объективно заинтересованы Вот даже наиболее прогрессивные профсоюзы, где зарплата освобожденных работников зависит от зарплаты рабочих, рядовых работников Они в чем заинтересованы? Они заинтересованы у сверхурочных или нет? И вот у нас в Ленинграде была там сцена, вы меня не видели сам, мне рассказывали, как там один бригадир в подворотне дома на Двинске, где много докеров жили Он орал врагим матом, что вот, скоро мужики из бригады пойдут правком коммуняк там резать, которые зарабатывать не дают, работать не дают Ну, тут ходят как раз в подворотне, значит, тогда зампоседателя правкома этого Тот сразу взял тон ниже, так вот, стою с супругой в вашей беседе, еще Вот, тот ему говорит, ну что ты дурак, орёшь Ты ж не На третью, ты думаешь, ты себе на третью машину Зарабатываешь, ты себе на лекарства Зарабатываешь Вот что-то в среду, что-либо этот разговор В субботу буквально после этого Это ударника капиталистического труда Хватил гипертонический крыс И вот года два там уже спустя после этого Он махал метрой В порту, за тариф, соответственно Но не мог он там Парноценно работать То есть это Старкивается, к сожалению, с непониманием Со стороны рабочих И совершенно верно было сказано, что профсоюзы В чистом виде, они здесь Не вытянут И надо сказать, что всё-таки Я вот здесь в корне не соглашусь с Александром Гадимировичем Что вот умирающие предприятия Где вроде как у рабочих есть время Там есть условия Для забастовочной борьбы Я вот всё-таки всегда находился Так сказать, ну на острие, не на острие Но я и газеты делал Я вот не помню Да, был митинг на Красном Цормове Где из-под товарища Егошина Там, как сказать, проамериканские профсоюзники Выдернули стол, упар, бедро срама Были на этой почве там определенные вещи Чтобы там была серьёзная забастовка Я не помню Чтобы на электромаше была серьёзная забастовка Может она и была Я в Нижнем-то не был и не видел волочию Но по крайней мере в нашей прессе Это отражение не нашло Может быть был создан стачком Я не спорю Может быть там какие-то шевеления были Но таких шевелений, как у нас были в порту Где была загрузка кароссальная все вот эти годы Там не было и близко Потом, где вот ещё были большие шевеления Большие шевеления были у авиадиспетчеров Которые также работы на недостаток работы Не жаровали, чем на избыток свободного времени В начале нулевых годов Авиадиспетчеры перерамили своей героической борьбой Тенденцию к уничтожению диспетчеров Как профессии российской И тенденции к передаче контроля над российским небом За американским фирмам А зарплата тогда, ну за исключение может Москвы и Ленинграда У авиадиспетчеров была совершенно крохотная Там авиадиспетчер квалифицированный С надбарками в том числе северными Име где-то 15 тысяч в месяц Вот, они перерамили своей борьбой эту ситуацию Несмотря на то, что им бастовать нельзя было Они там и всяческие способы выдумывали Сейчас заработная плата авиадиспетчеров Соответствует стоимости рабочей силы Она вот той, что была рассчитана по крайней мере И там такой проблемы нет То есть проблема снята Там много мародежи, подготавливаются кадры Проблема снята И вот чтобы, скажем, я думаю, Василий Иванович Не будет мне возражать И говорить, что на ЗИЛе, когда ЗИЛе разрушался Там были какие-то забастовки Было что-то такое Деградирующее производство Это деградирующее производство Там забастовок быть не может Значит, сейчас идет определенный подъем В ряде промышленности В том числе и в оборонной промышленности Но надо сказать, что тут противоречивые тенденции В том смысле, что подъем-то подъем Но, скажем, и вроде как и востребовано это все Но вот, скажем, на оборонных предприятиях Если не брать, там, может, питерское судостроение Там еще какие-то Там зарплата, вот, скажем, 20-25 тысяч считается нормальная зарплата Поэтому воспроизводства кадров там нет Ни в конструкторских бюро Ни на рабочих специальностях И, в общем-то, как-то такое ощущение Что и руководителям, менеджерам российской буржуазии Ничего не надо Вот это вот совершенно четко Когда меня вытагали из политеха Я вот оказался... Раньше как бы со стороны за этим наблюдал А теперь вот я погрузился в это Ну, рвения нету Со стороны российской буржуазии Что-то делать, поднимать Это отражается на рабочем классе непосредственно Ну и здесь вот тоже Необходимо бороться за сокращение рабочего времени То есть, мало работы Вы мало работаете, очень хорошо Давайте ему за ту же зарплату Будем на 6 часов на работу приходить, а не на 8 Говорят, у вас производительность труда низкая Производительность труда это не проблема работников Производительность труда это проблема работодателей Которые должны организовать труд работников Должны предоставить им Предоставить им средства производства соответствующие А работник, он может только бегать быстрее Но это не производительность труда Это интенсивность труда Это два разных человека совершенно Вот И поэтому здесь, в общем-то, конечно Вот это требование о сокращении рабочего времени Оно будет более естественным в этих условиях Потому что, ну, у вас нет работы, но очень хорошо Но мы будем уходить пораньше Не так, как сейчас вот Зачастую бывает, там уходят пораньше Тянутся официально уже То есть, будем пораньше уходить Но кто-то будет сидеть на диване Лежать на диване Кто-то заинтересует действительно и Красным университетом И так далее Потому что здесь это будет У людей, по крайней мере, это условия То есть, сокращение рабочего дня Это не есть прибавление свободного времени То есть, времени затрачиваемого на развитие Но это условия для этого появления этого времени Условия необходимые Потому что, если вот 8 часов работать До 3-4 часа в день тратить на дорогу То тут не остается времени на то, чтобы зубы вылечить Не то, что там чем-то еще заниматься у людей Это совершенно приглушает и грушит И сейчас, так сказать, требование, оно это очень актуально И я думаю, оно реально выполнимо Потому что, еще раз скажу Что возражать против него, по крайней мере Намного тяжелее, чем возражать Чем говорить о повышении зарплаты Тут такие умельцы начинаются И рабочие зачастую верят в том, что денег нет И такого там наплетут Что вот и заказов нет, и денег нет А времени свободного, это самое Ну, у вас денег нет на зарплату У нас времени нет, надо сработать Это вполне так сказать, естественно, выглядит Но, конечно, надо понимать Что все-таки, вот у нас завтра будет Российский комитет рабочих Там будет повестка дня Там повестка дня будет вопрос о коллективных договорах И, конечно же, проблему надо решать в комплексе В чем заключение коллективных договоров Этот розум о 6-часовом рабочем дне мы выдвигаем И ставим в игровую вра Но, конечно, для борьбы рабочего класса Для создания профсоюза Необходим комплекс Решение комплекса проблем Куда входит, конечно, и заработная плата Потому что тут можно действительно в пределе Прийти к статусу безработного Если, так сказать, все сокращается Сокращается, сокращается рабочий день Вот, это тоже, так сказать И предприятия надолго покидать не надо Потому что, если предприятие покинул надолго Туда придут ребята в тапочках В этих шлепанцах И там вместо тебя будут работать Вот Это все взаимовязанный комплекс И он решается таким вот образом Ну и совершенно верно Что, конечно, без партии задачу не решить Потому что освобожденные профсоюзные работники Это уже по красовому составу своему Не рабочие А красы, как известно, это планета экономическая И поэтому освобожденного профсоюзного работника Появляются интересы Объективно не совпадающие с интересами работников И он эти свои не совпадающие с интересами работников Интересы парни может реализовывать За счет контактов работодателей С работодателем и так далее И, к сожалению, масса примеров тому В истории России Без партийного подпора Сейчас все профсоюзы с партийным подпором ФНПР, так называемые независимые профсоюзы Они, как вы знаете, кубируются в Единой России Так называемые боевые профсоюзы Они кубируются в Справедливой России Ну а вот то, что мы пытались кубировать Ну вот там был ток, пока мы это кубирование осуществляли Когда наше влияние ослабло Всего какая-то причина Там вот началось разрешение Ну вот у меня все Если вопросы есть Есть вопросы У меня вот то, что значит Профсоюзы это была школа коммунизма А сейчас они поставили профсоюзы Это школа хозяйствования Вот что мы тут Вот черным по белому написано Да, из Ирановского профсоюза С 2005 года по 2005 год Значит, ну всякое, во-первых Все-таки всякое, это не надо понимать Мое выступление как остро-антипрофсоюзное Всякий профсоюз, даже самый дневой и желтый Это лучше, чем никакого профсоюза Я сам состоял в профсоюзе работников высшей школы Руководитель которого смененный, поставленный вектором Меня, в общем-то, принимал участие в моем вытуривании, скажем так, из политеха Я сейчас состою в профсоюзе в оборонпрофе Вот, и в общем-то Все равно там вопросы обсуждаются Там и люди симпатичные есть Хотя ФНПРовский профсоюз Ничего страшного В парня, так сказать, нормально работаем Надо работать в самых желтых профсоюзах Ну а сейчас говорить, что это школа коммунизма Ну человек, конечно В принципе, люди с разными целями идут в профсоюз Конечно, с одной стороны, это школа совместных действий А с другой стороны, это может быть и школой, что человек пролезает как-то по спинам товарищей И потом за счет этих товарищей живет И это, так сказать, школа коммунизма, я бы затруднился назвать Как и школа хозяйствования, впрочем Школа хозяйствования, это чушь, конечно Пожалуйста Ну, люди, люди, диспетчеров и докеров Хотелось бы обратить внимание на то, что это все-таки очень специалисты большие Их не заменят люди в тапочках И поэтому их... Как они еще боятся, как бы их не заменили Ну они, может быть, боятся, но физически вряд ли Вот, поэтому, как бы, мне кажется, это вот этот аргумент, который позволит им вести борьбу И сбиваться своих прав А большинство рабочих такого аргумента нет У авиадиспетчеров, как я говорил, еще раз повторю Прекрасно могли заменить люди в тапочках из американских фирм Занимающихся тем же диспетчерскими услугами на рынке Соединенных Штатов Америки И вопросы такие уже прорабатывались Было, так сказать, законодательство запрещало это делать Но уже готовились законопроекты, соответствующие, чтобы разрешить И это вполне было реально Что касается морского порта Санкт-Петербурга То там, к сожалению, сейчас людей в тапочках хватает И когда они работают в тапочках В том смысле этого слова Если у докера там ботинок такой, что у него там можно плиту же забетонную поставить То эти ребята в тапочках, когда с ними что-то случается Их выносят за ворота порта Вызывают скорую по мобильнику Жнут на прощенную руку Говорят спасибо за труд И уходят, поезжают в скорую и забирают Это очень большая проблема Но там есть разные компании И там есть одна компания, где профсоюз держится А так вот, вообще говоря, у АО Морпорт СПБ Там осталось чуть больше сотни, по-моему, членов профсоюза докеров И там мрачная обстановка И ребят в тапочках там хватает Значит докеры, извините Докер-механизатор первого класса Это грузчик простой Докер-механизатор второго класса Это грузчик с возможностью упорнения работы с тропами А докер-механизаторов шестого, пятого, шестого Ой, не класса, разряда Это которые могут и на погрузчике, и на кране И то и все, их не так много, в общем-то, зачастую и много Да, пожалуйста Значит вопрос, почему ослабло влияние в бывшем или, может быть, не знаю, какое отношение имеет в профсоюзе, где принимали участие И как можно сейчас сделать так, чтобы с наименьшими вложениями, я имею в виду финансовыми, получить наибольший выхлоп полезного существования профсоюза Значит, ну, во-первых, тут может быть и наша вина, может быть, мы там не очень придавали значение именно партийной работе Потому что там наши товарищи, которые там работали, они не всегда, скажем так, давали отпор Там в 90-х годах определенные антисоветские там были настроения А для них это друзья, вот, товарищи по работе, по профсоюзу Там это не всегда этому даваться от пола Может быть, это был своего рода даже реапортунизм То есть, это самое, ради вот сохранения дружбы этой Ну, а потом вышло так, что наши товарищи там партийную ничейку не развили особо И по мере физического ветшания наших товарищей, она сказала, что они оба инвалиды Я извиняюсь, можно, пожалуйста, послушать Да ничего страшного, это самое Значит, они долгое время сами работали докерами А длительная работа докером-механизатором, она неминуемо приводит к инвалидности Это и грыжи в позвоночнике, и потери слуха, и все что угодно То есть, они физически обветшали, и, соответственно, с их физическим... Вот они сюда не приезжают, уже сколько не ездят, ни Федотов, ни Тимофеев Это сильно видно Не физически не в состоянии, то есть, и с их физическим ветшанием ушло и влияние партии оттуда Вот, а Михаила Васильевича Попова туда, в общем-то, привлекали как юриста Он, да, он там большим авторитетом пользовался, его там с большим интересом слушали Ну, это вот юрист со стороны пришел, посоветовал, помог выиграть забастовку Спасибо вам большое, забастовку выиграли, пошел отсюда Ну, вот это и все Так что, поэтому, это здесь вот, может быть, мы здесь немножко недоработали А что касается второй части вопроса, я не очень понял С наименьшими затратами Значит, вот я хочу сказать, что, вопреки нагнетаемой сейчас иногда истерии Так вот, что большевики там начали-то деньги на японские, на немецкие У большевиков было очень туго с деньгами И вот, в воспоминаниях Фрунзе, вот, которые приехали, совет организовывать в Иваново Ему положили 12 рублей в месяц содержание Это было очень мало Зарплата 15 рублей в месяц считалась низкой зарплатой В Питере рабочие получали в 2-3 раза больше В Иванове там, ну, 15 тысяч, 15 рублей получали, да, у Фрунзе было 12 Когда отец, вот глава организации Федор Фанасиев Да, Федор Фанасиев Он узнал, что Фрунзе, он сначала напрягся, как Фрунзе к нему приехал Говорит, ну, а как у тебя в кармане-то, говорит, поди, дыра там Фрунзе говорит, нет, вот мне 12 рублей положили, вот и выплатили в месяц И выплатили уже Ой, слава богу, значит, ты меня облегчил Там, известно, случай был, когда он покупал билет, Фрунзе куда-то Тот стоил рубль 43 копейки, Фрунзе надо было куда-то съездить Значит, не брал Фрунзе сдачи с рубля 50 Вот отец пошел в Равку, разменяя 50 копеек И дал Фрунзе вот ровно рубль 43 копейки То есть большевики никогда не жили богатые Ленин писал письма маме, что это вот ей-ей с голоду поколею Если это самое, не вышли штамп в Женере И тем не менее, здесь есть такая вещь под знанием Вот Красный университет И я хочу просто вот как объявление здесь, может быть На очные занятия в Красном университете Вам в классах Сиренет Михаил Васильевич, я не знаю Пришло около 50 человек на первые занятия А всего записалось несколько сотен Вместе с заочниками Это большая проблема для нас Потому что это уже нагрузка не шутейная Но с другой стороны, ну где-то вот идет, ну можно сказать, вот Детонационный такой процесс начался Это в Красном университете идет колоссально А это, так сказать, люди подготовленные Если мы посмотрим на историю, как вот кружки Из кружков развивались И очень быстро развилась здесь способная РСДРП Очень есть способная Из кружков, вот из этих То есть люди знали, что делать Знали, с чем идти к рабочим А когда человек знает Он же по-другому себя ведет И по-другому себя ставит Вот это вот ответ Ну а надо средствами минимальными обходиться Если больше нет, желающих спросите, пожалуйста У меня на самом деле вопрос такой Вот, когда мы говорим о сокращении рабочего дня Выступающие говорят Упоминается, что для рабочих Да, это как бы, ну, развитие Вот, но вот, например, тем же самым капиталистам Да, у них, в принципе, ну, по крайней мере, ресурс в развитии и так есть Как бы им, вот, вроде как бы, ну, самим и не надо Вот, хотелось бы с этим вопрос такой задать Как вы, вот, сформулировали бы Зачем нужно, чтобы все были развиты Ну, в частности, зачем капиталистам нужно, чтобы было... А капиталисту не нужно Капиталисту не нужно И более того Вот, в той деградации высшей школы, которая сейчас наблюдается Я вот склоню усматривать некую целенаправленную политику Как студенты говорят, деградат нация Это такое вот То есть капиталистам С другой стороны, вроде бы как Объединенному капиталисту Государству, совокупному капиталисту Ну, вроде бы, нужен, по крайней мере, какой-то процент Грамотных людей для проектирования оборонной техники и так далее Без чего сожрут Но это, вот, все-таки, здесь задача главным образом борьбы рабочего класса Вот если мы посмотрим на ту же историю, вот, описанную, кстати, очень хорошо в Капитале Маркса Борьбы рабочего класса в Англии Вот, индустриализация Англии, вроде бы Очень капиталисты заинтересованы в рабочей силе Совершенно хищнически эксплуатировали рабочую силу И она деградировала Уменьшался рост рабочих Уменьшалась продолжительность жизни Девочки, которые там 6 лет работали на фабрике Они, достижение там 18 лет Их надо было уже не замуж выдавать А надо было в дома престарелых отправлять У них ни зрения не было Пальчик исключенный Они уже вырабатывали Вот, рабочая сила деградировала Как решали английские капиталисты эту задачу? Они ездили по деревням И там, значит, смотрели, кто там где живет Запихивали этих людей в фургоны Вешали на шею бирки и везли на фабрике И Маркс здесь ерничает Что-то еще хватает Хватало англичан на хальство Английского правительства Харить Соединенные Штаты за то, что там рабство И таких вещах Но это потихонечку истощалось Уже эти отряды, которые выравливатели Они уже там по побережью шарили Там каких-то отдельных выравливали Вот И, в общем-то, и Маркс здесь сравнил С отношением капиталистов К водородию почвы То есть капиталист, он, сельский капиталист Он эксплуатирует почву Он оттеряет продуктивность А ему пофиг Пока не вышел закон Что принудительно удобрять До тех пор он совершенно Истощали почву И бросали их Шли на новые места И все То же самое сейчас можно смотреть и в России То есть высасываются Города маленькие С красами силы Вот Москва и область Санкт-Петербург и область Туда идет рабочая сила Идет рабочая сила из ближнего зарубежья И это самое А на развитие рабочей силы В общем-то капиталистам до рампочки Как в Англии переломили ситуацию? Может быть у кого-то еще есть другой ответ на этот вопрос? Я все-таки закончу Потому что это существенно Потому что сейчас я закончу Значит это самое И как в Англии решался вопрос В Англии Вот Срой выделяет Служащих Маркс Побличный инспектор Это в большинстве своем Были очень погадочные люди Которые боролись Действительно За справедливое Какое-то более-менее Отношение к рабочим Воевали с работодателями Но успехов в их борьбе Особо не было Правда Правящий крас все-таки Чтобы не допустить Совсем уж вымирание нации В начале 19 века В 9 по-моему году Был принят закон О запрете труда детей По-моему до 13 лет Вот это вот Был принят Без какого-то нажима И именно вот Капиталисты сами приняли Чтобы нация не вымерка Ну а потом Значит Были фабричные инспектора Были некоторые лорды В парламенте Которые тоже Так сказать Прорессивную позицию занимали Но они тоже Успехов у них особых не было Ну вот Когда набухли профсоюзы Вот тред-юнионы Когда развилось Рабочее движение Где-то в середине века И позже Это сразу же Оживились фабричные инспектора Оживился парламент И в общем-то Несмотря революции В Англии не произошло Но к концу 19 века Ситуацию удалось стабилизировать Деградация рабочей силы Прекратилась Вот к концу 19 века Уже таких явлений Не наблюдалось В Англии Но это были на основе Бэкбэр рабочего класса Вот вся вот эта Все Спасибо Я, Игорь Михайлович Хотел бы ревно познащить У вас поскольку Со мной в корне не согласились Я хотел в корне с вами согласиться Разрушающийся производство Обыставать нельзя Когда я остановил забастовки наших товарищей Я говорил О том, что производство разрушалось О том, что В связи с приостановкой производства Когда еще были новые станки Было еще очень много людей И было непонятно Куда это пойдет Но их появилось В дополнительное время Поэтому я никогда не говорил Сколько времени Забастовки продолжаются? Владимир Михайлович Дайте ответить Иван Михайлович Вот Владимир Михайлович Я тогда уже Я думаю, что Владимир Михайлович выступит Я уже подниму вопрос Вопросы Вопросы на выступление Владимир Михайлович Вы уже готовы? Да Пожалуйста Может привяжем? У нас уже нет Из перерыва работы? Конечно У нас осталось меньше часа Смена 3 часа Но, Антон Викторович Помечтать можно было Оглык ли? Не 6, а 3 Здравствуйте Владимир Михайлович Председатель Российского комитета рабочих В Паниферарусской области Как меня здесь представили Один из руководителей Сточкома Завод электромаш Значит Иван Михайлович Я не знаю Почему у вас нет информации По забастовках На заводе электромаш Потому что Эта информация Есть даже Книжка Саводьевича Какая книга? Да Сейчас я вспомню Самое главное Что на обложке Фотография Заводсовки Прямо на обложке И Внешнеуправляющего Сняли Единственный случай В стране Вот Внешнеуправляющего Который пришел Разрушать Завод Сняли Заменили И до другого И завод Сохранили 20 лет Сохранили Завод 20 лет Держали Завод Значит По поводу Вот Шестичасового Рабочего дня Тут Звучал Главный вопрос На сегодня Я думаю Кому Которому По поводу Которому У себя болит душа А что рабочие Делать будут Дадут Два часа А им Вот Только водки Выпить Неправильно Хотя бы Потому Что Что такое Вот сегодня Я про них Немного Работ Говорить Закончить Работу В половине Пятого Вот В половине Пятого Закончил Работу Человек Значит Работает Сормове Живет На Дубравной Куда Он После Работы Может Податься Никуда Он Доехал До дома Поел Все Значит Что Такое Эти Два Часа Это Значит Он Доехал До Дома Покушал С Супругой Собрались В Грандер После Работы Значит Когда У людей Появится Время Вот Это Причем Обеспеченное Материально Как мы Всегда Говорим Что такое Свободное Время Обеспеченное Материально Вот Появятся Другие Интересы Обязательно Так же Как Когда Вели Восьмичасовый Рабочий День Вот Мы На Российском Комитете Рабочих Это Вопрос Обсуждали Тогда У людей Пропали Интересы Потому что Некогда Было Этим Заниматься Всего Час А Уже Не хватает Времени Для Того Чтобы Иметь Хобби Чем-то Заниматься Системно Один Выходной Это Мало Вот Этот момент И Второй По поводу Шести часов Рабочего Дня Вот Здесь Вроде Б Хороший На Мой Вгляд Значит Вот За рабочее Дело За шестичасовый Рабочий День Возу Пятидневную Тридцатичасовую Рабочую Неделю С сохранением И увеличением Ежемесячной Заработной Платы Заведением Я считаю Что Ее надо Перефимулировать Лоск Был Быть Такой За Шестичасовой Рабочий День Пятидневную Неделю Без Тридцати Часов С Увеличением Ежемесячной Заработной Платы С Заведением Ежемесячной Заработной Платы До Стоимости Рабочей Силы Потому что Розунг Стоимости Рабочей Силы У нас был Немножко Раньше Так И Я думаю Что здесь Будет ситуация Точно такая же Как Со стоимостью Рабочей Силы Если Поначалу Когда Докеры Выступили С этой Инициативой Никто Не Выговаривал В Стране Не Выговаривали Просто Придешь К зам Директора Поэкономике А у него Язык Не поворачивается Он не Выговаривает Этого Научились Выговаривать Вот Когда Был Последний Кол Договор Подвели Под Прием У нас Там было Записано В 2020 Году Заработный Плат Вот такой И график Рост Заработный Плат Выговаривал Уже И здесь Точно Так же То есть Пропаганда Как Значит Здесь уже Позвучало Сейчас Стадия Пропаганды Вот Пропаганда Долгая До чего Довести Ситуацию Чтобы все Внятно Уговаривали Шестичек Заволи Обучий День С развитием Заработной Платы Вот Вот задача Которую мы Сегодня Так что Должны Сформулировать Значит По поводу Советского Времени Система Там Значит Советское Время Практически Была готова Система Непрерывного Образования Вот была Заинтересованность Подготовки Кадров И поэтому На каждом Предприятии Постоянно Тасачили Какие-то Курсы Все время Людей Учили Для этого Уделялось Время Дополнительное Восьмичасовый Рабочий День Конечно Сам по себе Не способствовал Приходилось Людей Освобождать От работы Часто От работы Тих Освобождать Не будет Надо Освободиться Самим Для того Чтобы Повышать То есть И Потребционные Дела Так И Самим Учиться Развиваться Вот Поэтому На сегодня Да И Про сельское Хозяйство А Вспомнил У меня Дядька Был Председателем Колхоза Значит И в 1977 В Седьмом Году Последний Год он Работал Его вызывают Райком Партии Ставят И говорят Ты Че Делаешь Все Девок С района Себе В колхоз Затащил Все Я Таскал Ребята И я Тут Ни при чем У меня Мужики Женятся И забирают Куда Куда Жена Идет К мужу Потому что Там заработки Хорошие Как Женщины Че Делать А он Вел У Сминаров Трех Сменку А у Дояров Двух Сменку И вопрос Решился Колхоз Свел Ну еще Один Был Два Колхоза Райка Которые Жили Так что Шести Самый Рабочий День Колхоз Меня Беднел Колхоз Разбогател Тогда Ну ладно Там уже Другие Подробности Вот Самое Главное Что Это Да Почему Я говорю Пятидневную Рабочую Неделю Потому что Сейчас Очень Широко Развивается Такое Движение Давайте Двенадцать Часовой День Ночь Оцепной Выходной Там Сутки Трое Ну все В сумме Все Получается Даже Переработка Небольшая Там еще Доплата Будет И так Дальше Но Но Что Такое День Ночь Оцепной Выходной Это Значит Человек Кроме Своих Непосредственно Обязанностей Производствой Больше Ничем Заниматься Не может У него На это Нет Времени Сутки Трое У меня Сын Работал На таком Графике Он говорит Я прихожу Через трое Суток Я вспоминаю Вообще Зачем Я сюда Пришел Уже Не говоря Производств Вел Трое Суток Он Вроде Бы Да Это Потеря Явное Для Самоорганизации Это Разруха Полная Это Уничтожение Поэтому Только Пятидельный Рабочий Недель Шести Ставра Рабочий День Вот Что мы Должны Пропагандировать За что Мы Должны Бороться Ну Еще Момент Почему Это Надо Вчера Забрал Внучку Из школы Идем Разговорились Насчет Волючной Зачем Учиться Так Я Так Воспитывать Начал И Выяснилось Значит У меня Сын Новый Офицер Уезжает Семь утра И приезжает Пол девятого Вечера Сноха Ее в школу Отвела И приходит Не раньше Половины Седьмого Внучка Моя Не знала Что Значит Она Внучает Эта Применница Чкалова Что Ее Мама Ее Бабушка Кто Была Кем Она Была Ну В производственном Плане Дед Дядька Она Не знала Что Они Значит Мужчины Свальщики Экстрокласса На красном Сор Моя А тут Врачи Инженеры Она Не знала Как же так Только С мамой Нам Разговаривать Она Приехала Проверила У меня Домашнее Задание Изготовила И все Детьми Тоже Заниматься Надо Тоже Все Спасибо Человек Создан Для Труда Безделие Очень Вредно Сказывается На здоровье Человека Но Труд Труду Труду Рознь Есть Труд Работы Которые Необходимы Человеку Для того Чтобы Существовать Чтобы Зарабатывать На жизни Но Есть Труд От которого Человек Получает Удовольствие Вне Основного Рабочего Времени И я По себе Знаю Вот я Работаю Водителем Хлебной Машины Сейчас Транспорт У нас Хлебовозный Хлебовозный Хлебный Это та Которая Не ездит Транспорт Транспорт У нас Конечно Доведен До ручки Работать Приходится Понимаете Весь день Вся смена На нервах Работаешь То она Заглохнет То она Перегревается То отказывают Тормоза То еще Что-нибудь Выезжаешь Не знаешь Приедешь Или нет К механикам Обращаешься Заявки Не делают Вот Сломается Притащим Сделаем Вот такой вот Конечно Вот эта работа Она Честно говоря Я думаю Скорей бы Отработать Скорей бы Ее закончить О господи Она Уже Во Эта работа Вся на нервах Естественно Такая работа Очень вредно Сказывается На здоровье Человека Это подкашивает Человека Такая работа А ведь По статистике Я слышал Разные статистики Говорили как Что люди Которые ходят На работу С удовольствием Где-то процентов 15-20 Кто без удовольствия Процентов 70-75 И Если Человек Отработал Я еще раз говорю Что человек Создан Трудар То после работы Он Всегда Нормальный человек Занимается Своим Любимым делом Ну тут говорили Что кто-то На пьянку Выгодите Два часа Потратил Но это Очень малое Количество Я многое Знаю что Вот И мне и мать Говорила Что у них В деревне Например На деревне Было 2-3 пьяница Всего лишь Доворов было много Вот у нас В доме Я знаю Большой дом Корабль Знаю Двух пьяниц Остальные же Нормальные все люди И все нормальные люди Они После основной работы Занимаются Ну Каждый Своим любимым делом Кто саморазвитимый Про компьютеры Вот был разговор Это тоже саморазвитие Компьютер Кто-то занимается Спортом Я лично После работы Вот усталый Я Еду к себе На участок На дачу Я там Работаю С удовольствием Я устаю Приезжаю домой У меня приятная усталость Я получаю Удовольствие Видите Еще очень большую роль Играет эмоции Которые человек Получает от работы От нелюбимой работы Но необходимой Либо же От любимой работы И Поэтому я категорически За то Чтобы сокращать Рабочую смену Чтобы человек Больше занимался Своим любимым делом И меньше Необходимым Именно это Хорошие эмоции Когда их больше Они продлевают Жизнь человека Общество Становится Гармоничнее И гармоничнее И Продлевается Срок жизни Средний возраст У людей Продлевается И вот В этом После того Когда Становится Здоровое Общество Тут Честно говоря Можно было бы Поговорить И о пенсионном Возрасте Немножечко Покузе Если человек Будет выходить На пенсию Когда можно Уже Поговорить А сейчас Поднимают Этот вопрос О пенсии Совершенно Прежде Я К сожалению Хотела Конечно Задать Этот вопрос Но Поскольку Время Ограничено То Сама Отвечу На него Вот И Может Кто-то Еще Ответит Дополнит Меня Вот Я Считаю Что Важнейший Вопрос Это Зачем Все-таки Тем Кто Сейчас Капиталисты Нужно Чтобы Все Развивались Нормально Вот Здесь Уже Прозвучал Отрицательный Ответ Но Как Вариант Да Он Конечно Возможен Но Мне Кажется Все-таки Такой Ответ Дается Исходя Из Такой Классической Парадигмы Что Роль Капиталиста Эксплуатировать Вот Но Тем не менее Как бы Капиталисты Можно сказать Все люди Вот У них Тоже Как бы Есть Потребности В том Же Самое Развитие Вот В Благополучной Жизни Вот И Хотела Бы Как бы На это Обратить Внимание И Вот Здесь На самом Деле Кроется Ну Не знаю Может быть Вариант Ответа Почему Все-таки Им Нужно Чтобы Все Были Вокруг Развиты Потому Что На самом Деле Кроме Борьбы С рабочими Общество Еще И у Капиталистов В том Числе Куча Вызов Внешних От Природы У нас Еще Не решено Куча Вопросов Со Всякими Стихийными Бедствиями Еще раз Представлюсь Меня зовут Членцев Сергей Константинович Я Являюсь Членом Революционной Рабочей Партии У нас Конечно Немножко Другая Платформа Но Я думаю В общих Чертах Мы С Рабочей Партией Согласны Вот В данном Вступлении Я хотел бы Рассмотреть Уже Длительность Рабочего Дня Не как экономическую Категорию А как социально-политическую Категорию Потому что Рабочий день Если мы Посмотреть Историю 19-го века И начала 20-го Это был Не просто Вопрос экономический Это был вопрос Именно политический Социально-политический И вообще Как бы Установление Ограничения Рабочего дня Это же Издание Закона Да А издание Того или иного Закона Это уже Является Предметом Политики Поэтому Я считаю Для нас Скажем так Посматривать Если мы Посматриваем Экономическую Сторону Мы просто Ставим цель Но Не говорим О том Как этого Достичь Достичь его Нужно Уже Социально-политическим Союзом Вот И я В данном Отношении Решил Проанализировать Деятельность Рабочего дня Именно в этом Аспекте Ну Что нам Говорит Карл Маркс По поводу Длительности Рабочего дня Ну Говорит он Конечно Много Но Основные Скажем так Я бы Остановился На трех Моментах Первый Как мы Уже Говорили То что Длительность Рабочего дня Влияет на Воспроизводство Рабочей силы На его Самочувствие И так далее Второй Второй Момент Это Отчуждение Труда То есть Труд Является Для Рабочего При капиталистическом Способе Производства Бременем От которого Необходимо Избавиться Эти два Момента Формируют Интерес Рабочего К уменьшению Этой Длительности И тут Третий Момент То что Любое Ограничение Рабочего Дня Законодательного Происходит Происходит Как результат Уже Социально-политической Борьбы С одних Рабочих Вот Это первые Три момента А Ну Если переходить К сегодняшнему Дню То можно заметить Одну Плачевную Вещь То что Лозунг Уменьшения Рабочего Дня К сожалению Не только у нас Но и В мире Наверное Уже потерял Такое Бывое Именно Социально-политическое Значение Как правило Рабочие Пытаются Сохранить Уже Имеющееся Завоевание Ну Швеция В данном Случе Наверное Не является Просто Исключением Скорее Приятным Исключением А не Правилом Вот Также Тут уже Говорили о том То что Ни в одной Политической О Ни в одной Предвыборной Программе Политической Партии Баллотировавшись На недавних Выборах Не было Не ставился Вопрос Об уменьшении Рабочего дня Поговорит ли нам Это о том Что Среди Рабочих Скажем так Нету Потребности В уменьшении Рабочего дня Потому что Он не сможет Поднять Большие массы Рабочего класса С точки С точки зрения Марксизма Такую ситуацию Можно Объяснить Легко Просто Эти партии В том числе И профсоюзы Просто не представляют Интересы Рабочего класса Такая ситуация Может быть В принципе При этом Сами же причины Можно Искать В том Что Как бы Те организации Либо организации Которые бы Представляли интересы Рабочего класса Они отсутствуют Либо У них существуют Большие проблемы С организацией И финансированием В данном случае Да Вот Подтверждение То есть О том То что На сегодняшний день Уменьшение Рабочего дня Имеет потенциал Стать Социально Политически Значимым Я бы хотел Подтвердить Некоторыми фактами Ну Первое Это Данные Результаты Соцопроса Проведенные Сайтом Суперджок Он показал Следующее Что 61 Там задавался вопрос За какое время Вы сможете Выполнить Ту работу Которую Вы сейчас Совершаете Опрашивали Людей Которые Работают По 8 часов Ну То есть Стандартный Скажем так Рабочий день Рабочей недели 1600 человек 61% Ответили То что Они могут Сделать Эту работу Быстрее То есть Это уже Посвенно Может нам Говорить О том То что Люди Именно Рабочий Класс Скажем так У него Есть определенные Потребности К этому Второе Не стоит Забывать То что Лозунг Уменьшение Уменьшение Рабочего дня В свое Время Он Означал Намного Больше Чем просто Уменьшение Рабочего дня То есть Там Это и социальные Программы Это и вообще Принятие Трудового Законодательства В данном случае Нужно еще учесть Если Переходить То что Уже То что Имеющееся Законодательство У нас Во многих Случаях Не соблюдается В данном случае Нужно учесть Неформальные Займенности И так далее То есть Лозунг Уменьшение Рабочего дня Может Скажем так Так же И быть Лозунгом Именно Как Скажем так Тоже Много Больше То есть Из-за Развития Социальной Сферы И Скажем так Дальнейшего Усовершенствования Трудового Законодательства И Борьба За его Исполнение Так Ну Собственно Все И Ну и Естественно Вывод То что Скажем так Основную Проблему То есть Если мы Определили То что Такую Практическую Задачу То что Добиваться Сокращения Рабочего дня Необходимо При помощи Стимуляции Социально-политической Активности Рабочего класса То И Рабочий класс В этом Заинтересован То Проблемы Скажем Данной ситуации Необходимо Решать Именно В сфере Уже Скажем так Организационных Каких-то вопросов То есть Улучшение Организации Менеджмента Если Вам конечно Слово Не нравится Я его Наверное Все-таки Использую Потому что Будет Тавтология Организация Организации Вот В сфере Финансирования То есть Это тоже Такая Проблема В том числе Необходимо И Под этим же Углом И я считаю И рассмотреть Деятельность Наших предшественников В 19-м и 20-м веке Откуда они Брали деньги Каким образом Как они Соорганизовывались И решали Те или иные Проблемы В программе Вашей партии Которую Вы представляете Содержатся Требования Сокращения Рабочего дня И рабочей недели Да То есть Прямо Сформулировано Ваши требования В последствии Там как Написано У нас То что Сначала Какого Это Завоевание Власти Потом Уже Скажем так Постепенно Уменьшение Рабочего дня Спасибо Можно вопрос Да Пожалуйста У меня вот Какой вопрос Завоевание Власти Кем Рабочим Классом Рабочим Классом Завоевание У нас Сформулировано Не так Я примерно Это говорю Скажем так Я же Ее не Забрил Эту Прогляну Президентральная позиция Завоевание Власти Установление Власти Установление Власти Наверное Так Да Установление Власти Рабочего дня Что это Власть Назовли Вопрос Какой Существующим Существующим На втором Существующим Рабочих Москва На втором Вашей партии Сергей Бридц Очень жестко Выступил По поводу Одобрения Средством Вот этой Программы Задачи Коллективных Действий В Союзе Вот Причем Вот я все-таки Долго живу Я так Немножечко Смотрю Как ее Деграгируют У меня Совершенно Четкое Впечатление Сраженность Гелия На его Выступление Что это Было Не его Так сказать Какое-то Такое Побуждение Хотя Он там Очень Страстно Выступах Я не Профессор Как Попов Я учился В советской Школе Я говорю Что ни один Здравый У меня Рабочий Не будет Выступать За зарплату 200 тысяч Рублей Там То есть Страшное Было По своему Эмоциональному Накаду Уступление Такое Несколько Фальшивое Такое Такое Что Кто-то Из старших Товарищей Кураторов Так сказать Попросил Вот это Дело Не Не Попускать И Вообще Говорят Менецкая Страна Показывает Ваши Рассуждения О политической Экономической Борьбе Потому Что Ясно Диалектику Перехода Экономической Борьбы В политической Эта программа Дает Каждое Из ее Требований Взятые Отдельно Это Элемент Экономической Борьбы Но Если Мы Посмотрим Эту Программу В совокупности То Мы Видим Что Это Серьезно Очень Фундаментальные Политические Изменения Из ее Понимать И В связи Как-то О политической Борьбе Что Вы Понимаете Какая-то Революция И Вдяти Врасти Рабочим Хасом А Откуда Возьмется Эта Революция Из какого Извиняюсь Это Самое Записано Революция Это Когда Деньги Дадут Американцы Майдан Ведет Поведок Не Ведет Нет Установления Скажем Нужно Понимать Во-первых Что значит Революция Революция Это Качественный Скачок А Взяти Погрессивным Крассом Если Вы Готовите Погрессивный Красс Встановление Ответ На вопрос Развучал Еще Какие-то Вопросы Есть Выступление Пожалуйста У меня коробка Я бы Смешно Нет Нет Я там Стрелять Ну Нет Стрелять Нет Вопрос Заключается Вот В чем В тот угол Спасибо Я хочу Сказать Что Страна Погрязла В мелкоболженности И все Что мы Сейчас Предлагаем Как таковое Характерно Для крупных Предприятий И вот Что нам Ставить Вперед Или как-то Сохранять Или развивать Крупные А так В этих Мелких Предприятиях Рабочий Класс Деградирует Ну Натурально Деградирует Все Его и нет А тем более Научно-технический Прогресс Да Позволяет Этим Собственникам Где-то 60-100 Человек Эксплуатировать И Жить Припевающий И он Как бы Вне этого А в свое время Что Суть-то Рабочего Класса Что он Не подкупен Потому что Его много И его нельзя Подкупить В этом плане А сейчас Не поймешь Что творится Чубайс Чубайс Ваучер Всех Подкупил Да Всех Подкупил Кто там Сбрется Давайте Давайте В этом Вот В общем-то Все Что я хотел И сказать Здесь Коротко Не ясно А так Я мог бы Из примеров Вот Ивановской Области Я не знаю Как другие Регионы Но у нас Вот эта Мелкоблужуазность Захрестнула Вы согласны С сокращением Рабочего Согласен Где В лавке Что ли Которая Досталось Чего-то Ну вот Я пытался Про серикат Лизавод Сказать Ребята Обращаются Говорю С ними Сколько Вам заработать Нам Нам Путин Приказал Этим Собственникам Да Чтобы не было Голодных Бунтов Чтобы не было Кастрюль Всяких Повысить Заработную Плату И вот Они Теперь На полном Серьезе Говорят Что с 15 Тысяч Им повысили До 20 И вот Они Здесь Надеются Профсоюзной Организации Там нет Создать Ее Тоже Сложно Вот Такая А так У каждой Лавки Что у нас Хватит сил Стать Что ли На начале 5-го года На предприятиях Ивановской области Была точно Такая ситуация Точно Почитайте Какие Уважаемые товарищи Мы должны Уже завершать Следствие Можно к теме Я к этому Можно к теме Какое следствие Есть такое понятие Ваше прощение Анатолий Петрович Никогда не переслушаешь К теме Женщины Вот есть Постановление Верховного Совета РЭС в СЭР По-моему Начало 90-х годов Где твердо Написано Сколько Женщины Должны Значит Меньше Чем Обычные По-моему Тоже там 6 часов Я немножко Подзабыл Но вот Очень хорошо То что Прозвучало Были приличные Фабричные Инспектора Были приличные У нас даже У нас еще есть Прокуратура Которая не знает Чем заняться Не знает Заняться И Хотя бы Хоть кого-то Б отловили За нарушение Хоть кого-то Мы что-то сделаем Этого нету И сколько бы там Примера Я не выступал Сколько бы я не говорил По этому вопросу Всем до фени Просто до фени Любому кстати Кто за Женщин Кто против Женщин Всем все равно По этому вопросу И женщинам кстати То что бы я хотел Поддержать Владимира Михайловича Вот Будущий год Значит у нас Аж двойной Особо охраняем У природных территорий И экологии Да И вот Когда выступал Владимир Михайлович Он значит Говорил о непрерывном Образовании Я к чему Что Есть чем заняться Значит вот В свободное От работы Время Ну например Первое Что бы я например Считал Что нужно Курсы провести Ликвидация экономической Безгранности Это точно Значит Ликвидация экономической А второе Ликвидация Экологической Безгранности В чем там Люди живут Люди живут Непонятно Значит как Все жалуются Пятый десятый А где Им нужно Осколить Конституцию Нашу Российской Федерации Там где Статья про образование Там еще написано По образованию На предприятиях И мы это тоже Значит все забываем Где это они будут заниматься Нужно устанавливать Вчебные классы Значит на предприятиях Нужно значит находить Этих самых людей Которые кто-то Что-то придет Расскажет Особенно значит Со стороны интеллигенции Которая Стоит на наших позициях Ну и конечно Может Значит Нехорошие скажем Но нужны Опять восстановление Моих семьяков Затейников И культорганизаторов Если мы это делать Не будем делать И будем только Рассуждать На эту тему Я очень уважаю Иван Христофорович Озерова Был такой значит Отечественный Ученый И вот Когда я В свое время Такие Книжки его читал Значит Отличие экономистов От юристов Я точно уважаю Экономисты Должны мыслить Прагматически Что мы будем делать К примеру В 2016 году Что мы будем делать В 2017 году Это только юристы Могут это самое Всегда варьировать Это можно Тогда-то сделать Это можно Сюда-то сделать Мы должны Хотя бы Поставить Какие-то задачи Вот из нашего Это самое Ну вот там Нашего семинара Что мы должны делать-то В газете Значит выступать По телевизору Уступать Еще куда-то Поехать Где-то выступить Какую-то идею Вкинуть Потому что Под лежачий камень Вода не течет Спасибо за внимание Уважаемые товарищи Но как раз Этому вопросу Который Анатолий Николаевич Поднял Посвящены Рекомендации Нашей международной Научно-практической конференции Александр Владимирович А уже написали Уважаемые Президент Рекомендации Уважаемые Удачи Можно подвести Итоги Наверное Вот этой части Нашей работы На конференции Вот Ну что видели Ну Те кто обязан Было подготовить Доклады Это сделали Как вы видели Вот я Не случайно Посадил Эти флейши Пригласил Чтобы вот они Тут вот С своей ответственности Не уклонялись И видно было Что продумали И подготовили А Это не особенно Легко Потому что Я вам хочу сказать По литературе Не почитаешь Искорщение рабочего дня Не пишут Не на этой заточенной О чем угодно пишут Но не об этом То есть Ну прямо Как глаз вопиющую хусты Не надо иметь научную смелость И научную подготовку Чтобы выступить И Это дело раскрыть И вот Мои товарищи И все кто сегодня Вступало Это сделали То есть Да Мы в этом смысле Первопроходцы Но Подождите Так сказать Действительно Идея владеет массовым Потому что Она Уже назрела просто Куда ни кинь Все Завязано С этим С рабочим Свободным Временем Завтра Этот разговор Будет продолжен И я думаю Что мы еще В этом увидимся Лишний раз Значит Уважаемые товарищи Вот Анатолий Николаевич Прав Сказал Что Мы должны Призвать Что делать Вот Подготовили Рекомендации Которые отвечают На этот вопрос Я хотел бы Сознакомить И по возможности Посмотреть Можно ли принять Это за слово Потому что Больше тут конечно Не требуется Чтобы обтачивать Значит Рекомендации Международной Научно-практической Конференции Экономическое развитие На основе Сокращения Рабочего дня Конференция Отмечает Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова